Я немного представлюсь. Возможно, меня не все знают, может быть, кто-то уже знает, слышал, но все равно расскажу о себе. Меня зовут Павел, я работаю в компании FLO, FLO Health. Это компания такая, которая помогает женщинам всего мира как бы улучшать свое здоровье, ну и разные другие штуки делать. Меня можно найти и в фейсбуке, и на гитхабе, и в твиттере и так далее и тому подобное, но сегодня хотелось бы еще отметить и сказать большое спасибо нашим спонсорам. Это Space, это Fitbit и, конечно же, компании EPUM за то, что вот такая вообще штука у нас, движуха есть, и то, что они помогают нашему комьюнити расти и делать такие классные вещи, как делиться опытом, выступлениями и так далее и тому подобное. Наши инфопартнеры это Android Broadcast и DevBuy, это как бы Android Broadcast это канал в Телеграме, который ведет один человек, и там постятся такие интересные статьи, можно всегда почитать какую-нибудь новую интересную статью касательно Android. Ну и DevBuy все, наверное, про этот портал знают. Но сегодня мы на самом деле будем с вами говорить о dependency injection, что это такое, и когда я первый раз услышал это слово, я немножко прифигел, потому что я не понимал, что это значит, и когда увидел особенно всякие реализации этого подхода, то у меня прям такой был бум немножко, свернута моя парадима того, как вообще нужно писать код, и для чего, и почему, и как этим вообще пользоваться. Сегодня у нас в агенте. Поговорим с вами о том вообще, как бы с самых азов, с самого начала, вообще поговорим о том, что такое dependency, узнаем, что такое сервис локатор и что такое на самом деле dependency injection, какие у нас связи существуют между объектами, для чего они вообще нужны и так далее и тому подобное. Также узнаем уже конкретно про сам Dagger, то есть узнаем его основные фичи, как его использовать. Поговорим про кодогенерацию в Dagger, ну и конечно же сделаем напоследок, сделаем такое небольшое сравнение с еще одним популярным фреймворком под названием KDI. Сегодня у меня около 500 слайдов, так что мы сегодня с вами здесь надолго засядем, поговорим про это все дело. На самом деле не пугайтесь, не 500, но на самом деле я сделаю перерыв, потому что есть о чем поговорить и есть о чем поразмышлять. Ну так, начнем тогда. Что же такое вообще dependency injection? Dependency injection это такой способ, когда мы создаем объекты для другого класса, заранее создаем объекты для другого класса. И тут уже возникает такой вопрос того, что же такое dependency, потому что те объекты, которые мы создаем для другого класса, они являются как бы для него dependency, то есть зависимостями какими-то. И dependency это на самом деле возможность использования какого-то класса в коде самого объекта. Например, у меня есть какой-то класс person, у которого есть метод hasbook, аргументом которого является как раз-таки новый класс book. И в этом случае мы говорим о том, что person это является зависимый объект, а книжка это является как раз-таки наша зависимость, которая передается в метод. После этого мы поговорим с вами о том, что рассмотрим это все, грубо говоря, на примере, для чего вообще нам нужно знать, что такое dependency, как связываются объекты между собой и так далее. Допустим, у нас есть три модуля, в этих модулях у нас есть классы, есть модуль A, B и C. И тут в силу вступает такое, возможно, понятие, которое вы слышали в самом начале изучения вообще программирования, это понятие связности и сцепления, то есть cohesion и coupling. coupling – это связность говорит о том, что у нас есть некоторые модули, которые могут зависеть друг от друга, и связность говорит о том, насколько модуль у нас является как бы самонезависимым от всего остального. И бывают такие ситуации, когда если не следовать, как бы не понимать, что такое связность, и как она, для чего она нужна и зачем, что она помогает достичь, то могут возникнуть вот такие вот ситуации, как сейчас у меня изображено на экране. И как вы думаете, как эта штука вообще называется? На прошлой лекции в архитектуре мы как раз вот как раз такого рода подход рассматривали и видели. Возможно, вы помните название вот этому всему. Ну, spaghetti code, да, как еще, как раньше мы там, activity, которая писала, которая знает обо всем. God object, все верно, это называется как раз таки God object. Окей, дальше сцепление. Сцепление – это как раз таки та вещь, которая говорит о том, что у нас есть модули, и модули, они как бы независимы и выполняют какую-то свою определенную функцию. Насколько они самодостаточны, то есть те классы, которые находятся внутри модуля, могут выполнить ту или иную функцию. И по факту может произойти такая картина, когда мы в одном модуле, внутри как бы вроде связанность у нас небольшая, но вот сцепление как раз таки очень высокое, когда модули перегружены. В этом случае тоже есть свое название, это так называемый polyselected, то есть когда мы неправильно как-то что-то выбираем, делаем и так далее. Но мы стремимся, конечно же, к идеальной ситуации, когда у нас есть модули, которые друг от друга зависят, но минимально, и каждый модуль, он самодостаточен в плане того, что он выполняет определенную функцию, и в нем есть тот набор классов, которые эту функцию могут сделать. И следующее, что хочется отметить, сказать, это то, что на самом деле этого не совсем достаточно, потому что ведь возникают связи между классами. Это как раз таки наши те связи, о которых мы всегда думаем, когда разрабатываем. И связи начинаются с того, что вообще есть понятие такое association, это то, когда класс, который, скажем так, существует внутри другого класса в виде какого-то атрибута. Ну, то есть, например, у нас есть связи, бывают один ко многим, многие ко многим, один к одному и так далее. И association – это как бы интерфейс, грубо говоря. Имплементация у него есть разная. Допустим, агрегация. Агрегация, она сама по себе выглядит следующим образом, когда мы в конструктор объекта передаем как раз таки уже нашу зависимость. И это самое главное отличие от следующего пункта – от композиции, когда мы в качестве объекта не передаем зависимость ему напрямую, а внутри него создаем как раз таки этот объект. То есть это вот зачастую часто путают композицию и агрегацию, подразумевают агрегацию, а говорят – композиция. Тут самое главное отличие – это в том, что в композиции объект не знает, точнее, знает, как создавать свою зависимость, которую он будет использовать внутри. Ну и последний пункт – это наследование, в рамках которого мы приобретаем все свойства нашего объекта, и, соответственно, тут уже такая более жесткая зависимость появляется. Ну и в итоге, после вот этого всего образа, мы понимаем о том, что у нас есть некоторая как-то сила зависимости, то есть насколько просто будет потом интегрироваться с тем или иным объектом, когда мы используем какие-то зависимости. И получается, что самым простым для использования и для масштабирования объекта, то есть для его переиспользования, для его модификации и так далее, является как раз таки агрегация, когда мы в конструкторы отдаем зависимость. Ну и самое сложное – это, конечно же, наследование, потому что в этом случае мы жестко завязаны на нашего пэрента. Но здесь есть формула, на самом деле, формула, которая была описана давно-давно еще и представлена в книге «Клинархитектуры» Анкл Бобом, в которой можно посчитать, насколько наш объект самодостаточный и насколько он независим. Вверху это как раз таки количество строчек кода, которые позволяют нам… Это количество строчек кода, которые шарятся между двумя объектами А и Б. Внизу это количество строчек кода, которые как раз таки существуют в нашей зависимости объекте Б. И есть некоторая эпсилон, которая от нуля до единицы, она по-определенному вычисляется. В целом эту формулу можно найти и посчитать. И в итоге сама формула нам будет говорить о том, насколько у нас объект независимый. Он будет от нуля до единицы, опять же. Ноль – это независимый объект, то есть почти ни от кого не зависит. Точнее, не почти, а полностью никого не зависит. И единичка, когда очень слишком много зависимости. Мы с вами быстро прошли базу, совсем быстро. Проговорили про зависимости, проговорили про какие виды зависимости бывают. И как это можно все синтегрировать вместе. Появились ли какие-нибудь вопросы в этой базовой теории или можно идти дальше? Окей. Есть вопрос. Сейчас передадут микрофон. Работает. Работает. Кто-нибудь хоть раз пробовал использовать эту формулу? Что еще раз? Кто-нибудь хоть раз пробовал использовать эту формулу? Ну, на самом деле нет, но это просто формула была приведена лишь для того, чтобы на самом деле сказать, что в программировании всегда тесно связано, грубо говоря, с математикой. То есть очень многие принципы и подходы и все остальное можно описать математическими формулами, и которые были выведены гораздо ранее, заранее, давным-давно. Вот и все. Ну, то есть мы типа связаны очень сильно. Окей. Хорошо. После того, как мы ознакомились с вами с основными понятиями и со связями, возникает следующее понятие, как Inversial of Control. Это такая штука, которая позволяет нам, точнее, когда поведение нашего, выполнение, сейчас, поведение, когда поведение в нашем коде как раз-таки будет контролироваться каким-то другим фреймворком. А это, Рома, это специально, да, это, чтобы меня заглушить? Окей. Блин. Нормально, вовремя. Можно там как-нибудь решить этот вопрос? Да? Ну, окей. Хорошо. Так вот, возвращаясь к Inversial of Control, на самом деле реализации Inversial of Control существует много разных, и Dependency Injection как одна из реализаций. Ну, есть, сегодня мы с вами рассмотрим, на самом деле, две реализации, это Dependency Injection и сервис Locator. Что же такое, как эта вообще штука Inversial of Control на самом деле работает? Допустим, у нас есть какой-то код, и в этом коде есть какая-то зависимость, да? Ну, в нашем случае мы рассмотрим, что мы хотим в качестве зависимости, точнее, в качестве зависимости мы хотим рассмотреть такое поведение, как логирование внутри нашего кода. То есть мы возьмем какой-то Android логгер, и, соответственно, начнем логировать какой-то участок кода. Но в какой-то момент мы захотим, чтобы у нас было не только просто Android логирование, но и захотим завязать какой-то свой кастомный логгер. И в этом случае мы уже как бы говорим о том, что мы инвертируем как бы наш флоу, то есть мы отдаем логирование какому-то другому классу, который это все дело делает. То есть по факту Inversial of Control это как бы сваппинг одного на другое. И реализации как раз-таки вот этого вот подхода инжектирования зависимости в код существует несколько. Первый — это мы отдаем наш класс, который будет заниматься как раз-таки этим логированием, это через наш setter-метод. Допустим, у нас есть какой-то класс Injector, в котором есть у нас наш логгер, и дальше через наш обычный setter, то есть, грубо говоря, на самой переменной мы вызываем уже наш созданный объект Android логгер. Окей. Следующий у нас есть подход — это Constructor Injection. То есть мы на самом деле можем через не setter сам делать это все дело, а через уже конструктор. Опять же возвращаемся к нашему классу, в который в конструктор инжектится наш Android логгер. И в этом случае при создании самого этого класса мы уже как бы говорим о том, что вот создаем наш новый объект. И есть третий способ — это интерфейс Injection, который описал Мартин Фаулер в своей статье. Можете потом с ним ознакомиться. Сегодня про это говорить не буду, потому что зачастую используют как раз-таки либо конструктора, либо setter. Окей. Но что же на самом деле у нас происходит, когда мы передаем Android логгер или кастом логгер? В этом случае мы на самом деле жестко забиваем поведение логгера, то есть мы явно говорим о том, что мы хотим использовать тот или иной логгер. Но если мы не хотим использовать напрямую саму реализацию, в этом случае мы говорим о том, что логгер — это какая-то абстракция. И в этом случае к нам приходит на помощь какой принцип из прошлой лекции? Принцип Dependency Inversion, который как раз-таки был описан в Solid. Когда мы говорим о том, что наши high-level модули не могут зависеть от низкоуровневых модулей, то есть наши абстракции, они не должны знать о деталях реализации. Все это можно еще раз закрепить на примере. Например, допустим, у нас есть какой-то аппликейшн, который использует сервис. Для того, чтобы создать сервис, мы не сами это делаем, точнее у нас есть какая-то реализация сервиса уже, но сервис мы не сами создаем, а передаем какой-то нашей factory, которая этот сервис создает. И в этом случае у нас получаются два компонента. Если разделить, то у нас есть какой-то абстрактный уровень, которым мы оперируем, и есть какой-то конкретный, это уже сама реализация. И в этом случае у нас зависимости направлены в обратную сторону от использования, от нашего главного потока, когда мы используем тот или иной класс. И если говорить в рамках нашего потока, как у нас происходит использование этого кода, то он направлен как раз-таки в обратную сторону от зависимости. Это как раз-таки и есть тот, грубо говоря, inversion of control плюс dependency inversion. Мы с вами проговорили, что же такое dependency inversion. Мы проговорили с вами, что такое inversion of control. Затронули немного тему самого dependency injection, что же это такое, как этим можно воспользоваться. Ну и в целом я жду сейчас какие-нибудь вопросы, какие-нибудь каверзные интересные вопросы. Или их вообще не будет. Или все непонятно и все плохо. Да, вопрос сейчас там. Сейчас, подождите. Вот ты говорил, что есть способ инъекции через сеттеры, есть через конструкторы. А зачем, ну типа какой, когда использовать, как вообще основываться, в общем, какой вот мне сейчас использовать, почему там стоит конструкторы предпочитать, а не сеттеры и так далее. Отличный вопрос. На самом деле при сеттере я на самом деле не очень хорошо использую через сеттер. Почему? Потому что мы можем забыть засетать значение. То есть кто-то, допустим, я написал кусок кода, который сетает значение, а кто-то потом при межконфликте, бац, эту строчку удалил. В этом случае мы получим нерабочий наш, скажем так, нерабочий наш полностью механизм. То есть мы можем, если мы там не будем даже делать какие-то аналогов поля, то мы можем вообще упасть в рантайме. В случае с конструктором ты никогда не забудешь, то есть если ты вдруг не просетил что-то, то у тебя сразу же compilation error выскочит. Соответственно, лучше всего использовать через конструктор. Ну и это, скажем так, это просто безопаснее и более, наверное, правильнее в этом случае. Возможно, еще есть какие-то поинты. Сейчас на скидку так не придумаю, но вот точно про безопасность точно будет. Окей. Хорошо. Еще один там вопрос есть. У меня дополнение к вопросу. Ну, не всегда оказывается возможным получить доступ к конструктору. Например, если мы используем какой-то библиотечный класс, и случилась такая ситуация, что мы все-таки хотим там что-то протестировать и подбросить туда какую-то зависимость для теста, МОК, мы можем, в общем-то, поступить так, чтобы унаследоваться, и имплементировать новый сеттер, если, опять же, это там как-то учтено. То есть бывают такие ситуации, что добавление нового сеттера в контексте именно тестов имеет место быть, потому что ты знаешь, что ты добавляешь новый код, который раньше нигде не существовал, соответственно, не вызывался, и у тебя есть способ подбросить новую зависимость, например, МОК, за счет того, чтобы вот использовать этот новый сеттер в каких-то тестах. Вот. Окей. Окей, хорошо. Окей. Так, еще один, да? Давайте еще один вопрос. У меня вопрос. Так что такое inversion of control, собственно? Где inversion и control, чего мы инверсим? Ну вот, смотри, короче, по факту, грубо говоря, даже если с самого начала проговорить, так, вот у нас был, есть Android логгер, да, который по факту используется дальше в методе логнейм, да, то есть мы говорим другой системе о том, что, как логировать. По факту мы здесь инвертируем на поведение нашего метода update name, то есть мы отдаем кому-то… Так это называется делегация вроде бы, да? Не совсем, это не делегация. Ну, то есть, а что ты понимаешь под делегатом тогда? Ну, я делегирую логирование объекту, который называется Android. Ну, правильно, так фишка в том, что inversion of control, это как раз-таки есть делегат, это и есть реализация inversion of control. Inversion of control – это принцип, это, грубо говоря, как бы интерфейс, да, для всех. А реализации есть много. Есть dependency injection, есть делегирование, есть сервис-локатор и так далее и тому подобное. Я что-то такое слышал, что inversion of control – это, мол, делегирование, неделегирование, то слово, да. Это когда ты отдаешь, значит, работу по инициализации сущностей специально обученным для этого объектам. И, допустим, тогда вроде как ты инвершн, то есть вместо того, чтобы самому инициализировать логер, ты говоришь, кто-нибудь дайте мне логер. И это уже дальше, это все верно. И дальше вот я это показываю на примере factory. Вот здесь вот, когда мы говорим о том, что мы как раз-таки application используем сервис, да, и сервис factory, и factory уже знает, как создавать, но мы напрямую не знаем ни о создании сервиса impl, ни о создании самой сервиса factory impl, да, и, соответственно, мы используем конкретно сервис. Как раз-таки вот здесь вот получается, что dependency направлены в обратную сторону, то есть мы напрямую их не используем, а мы используем их через вот такие вот подставные объекты. И здесь получается, что как раз-таки наш флоу, который течет вот в обратную сторону, вот, ну, типа идет как… Ну, да, это inversion of control. Да, вот здесь вот уже получается инверсия контроля. А вопрос был про inversion of… как он у нас называется? Dependency inversion есть еще. Dependency inversion. Это когда мы оперируем не конкретными реализациями, а оперируем уже абстракциями. То есть в нашем случае мы у application оперируем сервисом, а не сервис impl. То есть мы как детали, мы не знаем полностью, мы не знаем о деталях ничего. То есть для нас самый высокий уровень абстракция, это вот мы оперируем именно абстракциями, высокий уровень системами. Спасибо. Стало понятнее или все равно запутано? Стало понятнее. Окей. Окей, окей. Ну, не, на самом деле, когда первый раз слышишь, постоянно путаешься. И кто… зачастую, когда ты спрашиваешь, что такое solid, и все почему-то под буквой D называют dependency injection, хотя это как раз-таки есть dependency inversion, это совсем другая штука. Вот. Поэтому здесь можно… Инверсия, 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 можно очень легко запутаться. Окей, хорошо. Тогда пойдем дальше. И как раз только что мы рассмотрели с вами, что такое dependency injection, как это можно сделать через конструктор, сеттер и так далее. И рассмотрим как бы следующий подход. Это сервис локатор. Сервис локатор – это антипаттерн считается. Почему мы рассмотрим чуть позже. Это то, что вам точно нужно знать. Но сервис локатор на самом деле дает вам возможность получать данные, но из, грубо говоря, из такого, как это, хранилища, которое представляет собой сам по себе сервис локатор. И его можно инжектить в наши классы, как в виде конструктора, а также использовать в виде синглтона. Синглтон – это на самом деле, если у нас есть какая-то view-модель, и мы хотим получить какой-то use case, instance нашего use case, то мы просто берем вот сервис локатора синглтон и вызываем на нем метод get, допустим. Ну, в качестве конструктора мы просто тогда сам по себе этот сервис локатор просто инжектируем в конструктор нашей view-модели. Как же можно на самом деле сервис локатор написать в домашних условиях? Почему сервис локатор достаточно был раньше популярным? Потому что, ну и сейчас еще его можно встретить, потому что он достаточно простой, и реализовать его очень просто. И сейчас мы посмотрим на примере, как можно в домашних условиях, грубо говоря, реализовать сервис локатор. Сервис локатор сам из себя представляет, допустим, метод register, но просто так метод register, то есть это регистрация нашей какой-то нового класса, не может быть. Соответственно, мы добавим какой-то ключ, по которому мы будем, грубо говоря, у реестра, у самого сервиса локатора спрашивать нашу зависимость. Ну и добавим, конечно же, некоторые factory, то есть factory – это штука, которая позволяет нам получать, точнее создавать нашу зависимость, если таковой нету в сервис локаты. Таких провайдеров бывает несколько. Можно сделать провайдер instance, можно сделать провайдер factory, либо caching factory. Каждый из них по-своему отличается. Instance – это то, что будет всегда возвращать одну и ту же instance в плане мы создали, и она прям сразу же отдается вам. Некоторые factory, которые будут постоянно создавать, либо caching factory – это что-то, может быть, наподобие синглтона. Окей, реализовали метод register, сейчас реализуем метод resolve, то есть получение самой уже нашей dependency. Для этого мы напишем метод resolve, который по ключу нашему будет отдавать нам уже какую-то нашу зависимость. Ну и по факту сама реализация сервиса локатора выглядит следующим образом. В основе сервиса локатора, грубо говоря, лежит мапка, обычная мапка, которая хранит вот эти все зависимости, где ключом является как раз-таки наш класс, а реализацией – это значение самого класса. Наши, грубо говоря, наши провайдеры, которые могут ее построить. В конструктор мы еще передадим так называемые пары, для того чтобы при создании сервиса локатора мы можем его как бы подготовить заранее, чтобы какие-то объекты уже были созданы до того, как мы запросим у него. Ну и, соответственно, реализуем метод resolve, то есть мы у мапки возьмем объект, ну и попробуем его получить из нашего factory. Если его нету, то он скорее создастся. Ну в зависимости, конечно же, от factory, от реализации factory. И метод register, который как раз-таки будет регистрировать нашего factory внутри этой мапки. И уже в самом каком-то классе, когда мы создаем, допустим, в том же аппликейшене, чтобы этот сервис локатор был глобальный для всего приложения, допустим, мы можем создать следующим образом, то есть написать сервис локатор и дальше уже передавать ключи, как это будет, точнее, создавать наши какие-то инстансы под какими-то ключами. Соответственно, допустим, вот мы создаем сервис, передаем туда factory, которая внутри себя создает как раз-таки этот сервис. То есть каждый раз, когда мы будем вызывать get, мы будем создавать новое значение нашего сервиса. Ну и, допустим, класс А, точно так же мы таким же макаром можем создавать и реализацию нашего класса А. Почему сервис локатор выбирают? Потому что он достаточно простой, да, то есть он супер-пупер-простой, и как бы реализации можно самому написать за 10 минут и использовать в целом очень круто. И он подходит очень классно вот для таких небольших проектов, когда вам надо, нет времени, скажем так, там втягивать какие-то фреймворки, думать, изучать все остальное, вы можете это прям сразу приступить к разработке и уже использовать всю силу сервис локатора. Но начинаются как бы некоторые нюансы использования сервиса локатора. Это то, что на самом деле сервис локатор нам не дает никакой, скажем так, safety, да, то есть никакой безопасности о том, что что-то пойдет не так, да, то есть мы можем упасть в фронтайм, потому что не создалась какая-то инстанс или не создали какую-то инстанс, или неправильно создали какую-то инстанс и так далее и тому подобное. Он не имплементирует так называемый Java Specification Request под названием GSR-330, который как раз-таки говорит о том, что система будет тогда, грубо говоря, полностью dependency management. GSR-330 – это набор таких вот интерфейсов, которые по факту позволяют фреймворку называться dependency management системой. Ну и зачастую сервис локатор не реализовывает такие штуки, но можно самому реализовать. И не очень легко его тестировать за счет того, что у нас есть вот такая мапка, есть синглтоны, есть там инжекшн и так далее и тому подобное. Можно как бы, ну, можно тестировать, но не очень простым способом, как это можно сделать какими-то другими фреймворками. Окей, мы с вами проговорили про сервис локатор, что это такое, для чего он нужен, как его можно быстренько приготовить, есть ли какие-то вопросы по реализации сервиса локатора или по тому, для чего он вообще, как, что с ним делать и так далее. Я, кстати, не спросил в самом начале, хотелось уточнить, а кто-нибудь использует dependency какой-нибудь injection фреймворк у себя на работе, да? Кто использует? Все, да? Все используют? Окей, окей. А кто даггер использует? Окей, прям классно, интересно. Ну, мы узнаем. Узнаем, узнаем. Окей, хорошо. Ну вот мы уже прям вплотную подошли к самому даггеру, на самом деле. Мы с вами сейчас вплотную подошли к самому даггеру. Вопросов нет? Окей, погнали дальше. Даггер. Даггер 2. А вообще кто-нибудь даггер 1 пользовался? Кто-нибудь здесь есть, кто даггер 1 пользовался? Ты даггер 1 пользовался? Добрешь ты. Хотя еще тогда не было, когда он был. Ну ладно, ладно, ладно. Окей, хорошо. Почему же даггер 2 и что же это такое? Даггер 2 это как раз-таки штука, это фреймворк, который полностью реализовывает JSA 330. Стандарт, который мы только что с вами рассмотрели. Это фреймворк, который как раз-таки в compile-тайме может вам дать ошибку и сказать, что у вас какая-то dependency не хватает или вы что-то неправильно сконфигурили или еще что-то и так далее и тому подобное. Даггер достаточно богат на различные фичи. Мы сегодня, кстати, не все его фичи рассмотрим, потому что мы рассмотрим самые основные фичи, которые зачастую и 100% у вас используются на проектах и будут использоваться на проектах. Более такие заковыристые штуки рекомендую просто ознакомиться и почитать и стараться не использовать, потому что они могут быть очень сильно усложнять код и усложнять использование. Не все сразу могут разобраться в нем. На самом деле я вспоминаю себя, когда я готовил, когда я делал, точнее изучал даггер, это было вообще прям ад. Было очень тяжело, потому что не было нормальной документации. открываешь их документацию, у них там есть hot coffee maker, один-единственный пример, на котором они все строят, и ни хера не понятно. Как это применять вообще непонятно. Пришлось пролопатить кучу 100-500 статей и потом как бы итерационно, постоянно делая, делая, делая различные проекты, уже как бы начинаешь понимать. Хотя, готовясь к этой лекции, я некоторые фишки даже не знал и как раз-таки вот узнал и вам и про них расскажу. Ну и, конечно же, даггер – это штука, которая суппортится гуглом, да, то есть раньше это был Square, сейчас это Google. В целом, как бы, большая корпорация, которая в целом может продвинуть и сделать что-то новое. Сегодня я буду строить свои, как бы, все штуки на примере. Буду показывать, как это, что делать. Я написал пример, он сейчас доступен на GitHub под Android Academy Repo. Ну, будет ссылочка в самом конце. Пример достаточно простой, что он делает. У нас есть на экране кнопочка Show Repositories и есть Edit Text, в котором можно вводить какие-то имена, то есть никнеймы тех ребят, которые есть на GitHub. По нажатию на Show Repositories, если мы вдруг что-то не так сделали, мы показываем error. Но по факту, после того, как если мы сделали все окей, то есть ввели правильный никнейм, нажали на кнопку Show Repositories, мы показываем экраны, в котором есть различного типа репозиторий. Причем они отличаются. То есть есть какие-то выделенные там оранжевым цветом, потому что они там какие-нибудь фичерд или еще что-нибудь. Есть какие-то репозитории обычные, то есть когда там нету никаких старов и все остальное. Ну и так далее. В общем-то можно поиграться, посмотреть. Когда начинаешь работу с таким проектом, в первую очередь начинаешь задумываться о том, что все-таки же у нас коммуникация происходит с нетворком, то есть постоянно сетью, и начинаешь писать так называемый GitHub User API, такой классец, который, грубо говоря, будет делать какой-то network call. В нем для того, чтобы сделать network call, мы создадим наш HTTP клиент, да, ну это OKCCP, который в целом везде используется, да, ну и напишем какой-то метод, который будет получать юзера. Немножко псевдокод, поэтому не обращайте внимание прям суперсильно на код, он сейчас не такой у меня в проекте, но в целом главная, основная идея. Вот. То есть юзер логин, который будет получать нашего GitHub User Repository. Окей. Как этим воспользоваться? Мы помним о том, что, только что говорили о том, что лучше всего использовать агрегацию, соответственно, мы уберем создание нашего HTTP клиента и заинжектим какую-то зависимость, которая будет как раз-таки этой всей штукой заниматься, а нам просто провайдить, грубо говоря, возможность делать HTTP реквесты. Окей. Как это все можно, скажем так, уже начинать создавать? То есть, допустим, возьмем наше какое-то activity, создадим там HTTP клиент, да, ну и, соответственно, создадим наше GitHub User API, передав туда уже наш клиент. Ну, как бы создавать, создавать ОКОШ-ТП и расширять наше activity, как бы не очень хотелось бы, да, я даже не затрагиваю здесь view-модель, а просто вот на простом примере. Вот. Как бы не хочется этого всего делать прямо в activity, соответственно, что мы сделаем? Мы выделим какой-то классец Network Module, модуль, который по факту будет содержать в себе ну, наши провайды для ОКОШ-ТП и для ретрофита. И мы приходим к такому понятию, как модуль в дагере, то есть мы выделили класс, который отдельно создает эти все зависимости, в дагере есть для такого случая есть отдельная аннотация под названием модуль. Модуль – это штука, которая как раз-таки провайдит все зависимости. Как это можно сделать? Мы возьмем наш Network Module Class, пометим его аннотацией модуль. Но этого не хватит. Соответственно, нам надо еще дополнительно под каждый провайд-метод, под каждый метод, который создает ту или иную зависимость, добавить еще аннотацию провайд. Ну, и тем самым мы получаем о том, что дагер уже как бы может знать, как создавать ту или иную зависимость. Хочется отметить, что у нас есть некоторая зависимость, у ретрофита есть некоторая зависимость на ОКОШ-ТП, потому что ретрофит без него работать не будет. Но как эта штука вся разруливается, мы еще с вами доберемся и посмотрим. Но просто объявив модуль и объявив провайд через аннотации, мы, грубо говоря, не запустим механизм использования дагера, чтобы он создавал эти все зависимости. Для этого существует компонент. Компонент – это такая аннотация, такая штука, которая является как бы бриджем, то есть мостом между теми зависимостями, которые нужно создать, и то, как мы будем это использовать у себя в коде. То есть, грубо говоря, компонент – это вещь, которая строит объектный граф. Объектный граф – это все объекты, которые создаются в рамках вашего, допустим, экрана. И он строит вот эти все зависимости друг от друга, которые существуют в самом объекте, ну и тем самым получается compile-time-check, который как раз-таки нам может сказать о том, что где-то граф не сходится. Причем, что этот граф – это ациклический, соответственно, если какие-то будут циклические зависимости друг на друга, то мы сразу же получим exception. Компонент может использовать в себе кучу других модулей, то есть мы можем таких вот модулей, которые будут нам создавать какие-то инстансы объектов, их можно описать очень много разных. Как же объявить компонент? Мы берем, создаем интерфейс, помечаем его аннотацией компонент, и у аннотации компонент есть еще внутренние переменные, которые можно использовать. Одной из них является как бы modulus, то есть мы можем туда перечислять те модули, которые будут принадлежать тому или иному компоненту. Ну и в рамках нашего компонента мы еще объявим метод inject, который в дальнейшем нам сыграет свою роль, но сейчас надо знать, что все эти методы, которые мы объявляем в компоненте, они будут потом доступны при его создании. Тем самым, допустим, метод inject, и передав туда инстанс какого-то объекта, мы говорим о том, чтобы даггер, точнее, когда он будет создавать компонент, он связал все переменные, которые мы будем injectить, в этом классе, с теми объектами, которые он сам создает. Немножко сложно, но сейчас будем разбираться. Как же можно создать вообще этот компонент? Мы написали все аннотации, все остальное. Даггер, когда вы будете build-ить проект, если все хорошо, то даггер создаст для вас компонент под названием, который будет начинаться с слова даггер, а дальше будет с самого названия вашего компонента. То есть в нашем случае это даггер апп-компонент. Внутри него будут созданы так называемые билдеры, про это мы еще тоже проговорим, но сейчас не стоит на этом обращать внимание. Хочется только одно сказать, что на самом деле для создания объектов зачастую используется подход паттерна билдер. Ну и мы создали компоненты, ну и, соответственно, можем на нем вызывать методы inject. Что этот метод inject по факту нам делает? Ну, допустим, мы его, это создание компонента засунем в наш гейтхаб аппликейшн, то есть мы создали какой-то аппликейшн, и создание самого апп-компонента, то есть компонента, который привязан будет нашему аппликейшн, мы его вот засунули в onCreate метод. Дальше мы хотим каким-то макаром получить нашу инстанс все-таки ретрофита, которую мы объявили в Network Module, мы хотим ее как-то получить. Как это можно получить? Для этого в даггере есть аннотация inject, которую можно пометить либо конструкторы, либо те переменные, которые как раз-таки мы хотим создать с помощью даггера апп-компонента. И как раз-таки вызывая вот этот вот, грубо говоря, апп-компонент.inject и передавая туда зависимость аппликейшн, мы говорим о том, что даггер, возьми, пожалуйста, просканируй весь класс аппликейшн, посмотри, какие поля помечены аннотацией inject, и в этом случае создай мне те зависимости, точнее, в этом случае создай мне сам этот объект и подставь вместо него реализацию. То есть он по факту сделает внутри себя в этом методе inject запустится процесс создания ретрофита через там нетворк-модуль и так далее, и тому подобное. И с помощью вот этой референса ZIS, который мы передали внутри inject объекта, он вызовет ZIS.retrofit равно новый ретрофит, грубо говоря, внутри себя. То есть за вас эта вся штука сделается, вам не надо будет ничего дополнительного делать. Еще раз, у нас есть аннотация inject, есть компонент, есть модуль, и даггер, грубо говоря, пройдется, и пройдется по своему графу зависимости, создаст этот объект ретрофита, поймет, какие у него зависимости, создаст дополнительно все зависимости для этого ретрофита, и с помощью нашей референса на ZIS, который мы передали в inject, он заинжектит в переменную. Поэтому, если вернуться назад, поэтому у этой переменной нет модификатора private. То есть если мы сделаем private, соответственно, через ZIS он не сможет дойти, даггер не сможет дойти и, соответственно, создать, заинжектить, грубо говоря, в эту переменную новый класс. Поэтому если вы создадите private, то даггер вам ругнется и выкинет ошибку. Вот. Окей, inject можно применять как к конструктору класса, так и к полям, как я уже говорил. И конструктору класса нужен для того, чтобы мы могли потом в методах провайдсах, в методах таких провайдах, которые будет провайдить нам instance, уже описывать создание класса через сам даггер. Все это выглядит, опять же, очень сильно сложно. Давайте рассмотрим это на схеме. Например, допустим, у нас есть какой-то наш аппликейшн, который, как мы уже видели, создает апп-компонент. В этом случае апп-компонент для того, чтобы нам создать Retrofit, мы будем использовать наш модуль Network Module. Network Module нам будет проводить как раз-таки OKH-TTP и Retrofit. Дальше для того, чтобы нам создать Retrofit, компонент знает, окей, нам нужно взять OKH-TTP из Network Module, ну и, соответственно, взять саму реализацию Retrofit тоже из модуля. И в этом случае он подставит эту OKH-TTP как зависимость Retrofit и создаст Retrofit. И после того, как мы нажмем, вызовем метод Inject, то все переменные, которые были объявлены Retrofit, мы помечены аннотацией Inject, они все, грубо говоря, заинжектятся из самого даггера, из даггер-компонента. Мы рассмотрели с вами базовые аннотации, и три аннотации, которые используются в даггере, которые достаточно часто используются и на которых все основывается. Есть ли какие-то вопросы? Вопросов нет. Вопрос, да. Вот если предположить, что приложение довольно большое, соответственно, там инициализация зависимости, которые в модулях, которые в компонентах, их несколько, то есть как минимум несколько модулей, может даже несколько компонентов, есть ли какой-то способ у даггера получить как бы от даггера оповещение о том, что какая-то инициализация закончилась? Например, я хочу, чтобы граф моих зависимостей инициализировался определенными зависимостями в ответ на какое-то решение со стороны сервера. То есть вот я прям граф зависимостей, некоторые его компоненты определяются не у меня локально, а через еще какие-то нетворк запросы. Но при том, что у меня некоторые экраны приложения на старте, они могут работать как бы и без этих компонентов. Ну, например, там отобразить там из базы данных что-то. То есть я хочу запустить инициализацию графа на старте и в процессе инициализации еще делать какие-то HTTP запросы, чтобы сервер мне сказал, как инициализировать. То есть это долго. А тем временем уже перевести юзера на какой-нибудь второй экран. Как мне от даггера получить нотификацию, что ага, вот такие-то модули там уже готовы, такие-то с ошибкой, такие-то… Ну, вот как-то… Ну, сам по себе даггер при создании… То есть, грубо говоря, даггер ничего сверхъестественно не делает. Даггер что делает? Он просто в compile-тайме тебе генерирует такой код, который с помощью тех вещей инициализации возьмет эти, точнее, все эти вещи инициализации и просто их подставит в код. Вот и все. То есть по факту, если ты хочешь получить какую-то идентификацию о том, что твой объект создался, ну, тебе это нужно делать самому. То есть ты делаешь какой-то там, я не знаю, объект-инициализатор, который делает там network call. По результату network call создает тогда тебе компонент. В рамках компонента создаются все зависимости и пошло и поехало. То есть я правильно понял, что функционал, который предоставляет даггер, он, в общем-то, и ограничен compile-таймом? Или есть еще какие-то там API у даггера, которые позволяют какие-то зависимости все-таки в рантайме инициализировать? Ты можешь влезть в, ну, мы уже проговорим, конечно, немножко позже, дальше, но ты можешь влезть в annotation processing, на котором работает даггер, и, грубо говоря, там вписать все, что тебе нужно. То есть все, что ты хочешь сам. Конкретно какой-то API, который там слушает инициализацию твоего объекта или еще чего-то такого нет. Спасибо. Я извиняюсь, но вот этот вот метод, который вы показывали, inject, это же метод, который выполняется на рантайме? Да. То есть его можно вызвать, как бы там, если вы там, ваш сетевой вызов вернул какие-то данные, вы injectите только в этом случае, например? Да, так я про это говорю, что мы делаем какой-то call, вот в случае с фладом он делает какой-то call, создает потом объект и типа на нем вызывает метод inject, и, соответственно, все… Нет, так может быть вопрос, то есть кроме этого injectа еще есть какие-то там базовые… Нет, так inject, это же, грубо говоря, вы сами пишете. Ну, то есть вы сами объявляете его в своем интерфейсе. А, вот сами. Да, да, мы же сами это объявляем. Грубо говоря, без этого injectа вы можете просто создать компонент, он просто создаст все зависимости, которые вы ему передали. То есть он создаст именно вот эти… и проинициализирует все вот эти вот network-модуль, вот это то, что у него указано, да, создаст сам класс апп-компонента, там и так далее и там подобное. Но без injectа, грубо говоря, не пройдет вот эта вот штука. Так хорошо. Не пройдет вот эта вот штука. И еще раз, вот этот метод вызов, метод injectа пишет программист ручками, да, и мы возвращаемся к тому же недостатку сервиса локатора, что на ронтайм, если вы его забыли написать, то у вас все будет плохо. у вас, ну, да. Спасибо. Да. Я, конечно, уже немного вперед забегаю, но ты не могу, пожалуйста, рассказать, зачем нам что-то делать в модулях, если, по идее, можно обойтись только компонентами, ну и там сап-компонентами? Про это, про сап-компоненты и все остальное мы поговорим попозже. Модули тебе нужны, когда ты создаешь какие-то не свои зависимости. То есть ретрофит, допустим, ты не можешь, это не твоя зависимость, и ты не можешь сказать даггеру, как ее создавать. Ну, то есть, точнее, ты сам должен сказать даггеру, как ее создать. Не даггер автоматически ее за тебя создаст, да, с помощью всех там твоих зависимостей внутренних, потому что это не твой код. Так это же можно и в компоненте описать. Что еще раз? Это же можно и в компоненте описать, нет? То есть, что ты имеешь в виду описать в компоненте? Ну, как ретрофит тоже создается. Ну, так через модуль. А без модуля? Без модуля? Как? Ладно, потом интересно, будешь расскажешь, покажешь. Я, наверное, не знаю такого подхода. Нет? Тут еще был вопрос. Нет, без микрофона не надо, потому что здесь, здесь, здесь вопросик. Потому что мы пишем на видео, потом будет интересно посмотреть. Спасибо. А скажите, если многомодульная архитектура, то есть screen, получается, мы в каждом модуле создаем как бы и модуль, и компонент, да? Многомодульная структура имеется в виду, как модули, это даггеровские модули, или многомодульные, это грэдл модули. Да, да, да. Грэдл? Грэдл. Ну, в грэдл модуле там немножко по-другому можно все решать. Вот. Мы про это поговорим чуть позже. Спасибо. Ну, там зачатки будут, но то есть не полностью, потому что это прям большая отдельная тема, как лучше это реализовывать. Вот. Но я расскажу, на каких штуках лучше всего это реализовывать. Спасибо. Окей, все, тогда поедем дальше, мы уже целый час, а мы еще только начали. Окей, следующая вещь, которую мы хотим, которую хотелось бы поговорить, это скопы. Понятие скопа, да, мне кажется, достаточно важно в рамках самого даггера, потому что это та вещь, которую вы, возможно, будете использовать тоже часто. Что же такое скоп? Это вещь, которая как раз-таки менеджит лайфсайкл вашей зависимости, и скоп очень тесно связан с лайфсайкл самого вашего компонента. Для того, чтобы объявить, грубо говоря, скоп, для того, чтобы объявить, сколько ваша зависимость будет жить, существуют некоторые, существуют следующие способы. Допустим, рассмотрим наш network-модуль, да, опять же, у нас, помним эти методы провайды, которые говорят о том, что вот у нас есть OKHTP, есть Retrofit и так далее. Но мы видим о том, что OKHTP является как бы зависимостью для нашего Retrofit, и, соответственно, каждый раз, когда мы будем создавать Retrofit, мы будем создавать наш OKHTP-клиент, да, и точно так же мы будем делать и для Retrofit. Но Retrofit и OKHTP сами по себе объекты достаточно тяжелые, тяжеловесные, весят очень много, и нам бы не хотелось создавать их постоянно, каждый раз, когда мы требуем ту или иную зависимость. Для этого есть такое понятие, как scope, то есть помечая аннотации, допустим, в стандартной реализации есть аннотация singleton, это из GCR 330 идет, да, эта аннотация, с помощью этой аннотации мы говорим о том, что появляется так называемый singleton, то есть Retrofit и OKHTP становятся такими так называемыми singletonами, и каждый раз, когда мы будем инжектировать эту зависимость в различные классы, будет инжектироваться одна и та же зависимость, то есть один и тот же instance OKHTP и Retrofit. Для того, чтобы эта штука заработала, просто не хватает пометить аннотации singleton у provide метода, вам сразу же выкинется ошибка о том, что вы пометили аннотации, и тем самым сказали Dagger о том, что этот объект будет как бы локальный ваш singleton, но он не знает в рамках чего этот singleton будет жить, так как у нас компонент является основой для всех dependency, то, соответственно, нам нужно и сам компонент тоже пометить этой аннотацией, тем самым мы скажем Dagger о том, что пока живет наш компонент, будет жить и эта зависимость, которую мы пометили этой аннотацией. Ну, как эта аннотация помечается в компоненте? Достаточно просто, точно так же, как и в методе provide, мы помечаем аннотации singleton. Рассмотрим это все опять же на блок-схеме, грубо говоря, потому что может быть немножко непонятно то, что я только что сказал. Допустим, у нас есть app-компонент, есть класс A и класс B, которые используют так называемый класс network helper. Его здесь я не показывал, но представьте, что это что-то, что как бы работает с retrofit и так далее. И класс A и класс B как раз-таки напрямую используют наш network helper. Network helper создается в отдельном модуле в своем каком-то и, соответственно, инжектится в наш app-компонент. Дальше каждый из инстансов нашего network helper использует уже инстансы retrofit. Но так как я говорил о том, что retrofit это достаточно такая объемная операция, ну, точнее, объемный объект, то есть который и весит много и все остальное, то его нет смысла создавать постоянно. Для этого мы можем просто над тем нашим методом, который как раз-таки создает retrofit в нашем network модуле, добавить аннотацию singleton, и тем самым наши network helper будут использовать одну и ту же реализацию, один и тот же инстанс нашего объекта retrofit. Сколпы можно создавать самому, то есть сколпы-то ничего магического в этом нет, это просто обычная как бы аннотация, которая позволяет вам контролировать лайфсайкл вашего объекта. Сколп можно создавать с помощью аннотации сколп, плюс еще добавлять в каком, как эта аннотация будет доступна. То есть если мы добавляем annotation retention runtime, это значит, что, грубо говоря, эта аннотация доступна в рантайме через рефлексию и так далее. Там есть несколько способов, но для даггера нужно, чтобы это было доступно в рантайме, чтобы он мог ее считывать. Ну и вот мы добавили апсколп, соответственно, мы можем потом наш апкомпоминент пометить своим скоупом апсколп. Почему бывает необходимо создавать свои сколпы? Потому что одной аннотацией синглтон ты не обойдешься, потому как разные объекты могут жить разное время, то есть разные компоненты могут жить разное время. И через один синглтон ты просто запутаешься. А так ты можешь явно указывать, что это, допустим, вот это вот живет, пока живет. View-компонент, допустим, это живет, пока живет. Допустим, фрагмент-компонент, activity-компонент и так далее. Мы рассмотрели с вами быстро достаточно такое объемное понятие, как скопинг. Я, конечно, рекомендую с этой штукой, если вы захотите работать с даггером и будете работать с ним, то лучше всего потрогать ручками и посмотреть, как эта вообще штука работает. Еще раз вспомните то, что я говорил, и тогда, возможно, все будет еще лучше. Вот есть ли какие-то вопросы? Здесь вопрос есть. Вопрос в том, что скоп... В общем, как объекты привязаны к скопу и когда они освобождаются? Грубо говоря, скоп ничего магического не делает. Скоп делает следующее. Он просто дает тебе возможность возвращать одну и ту же инстанс в рамках твоего компонента. Как только твой компонент будет убит, то инстанс этого объекта тоже будет убита. Ты сам контролируешь лайфсайкл компонента, когда у тебя будет компонент убит, когда нет. То есть компонент привязан к какому-то жизненному циклу, и он убивает... Ну, ты можешь его привязывать к жизненному циклу. То есть, грубо говоря, ты можешь... Ну, всегда, зависимый... Почти всегда компонент привязан к какому-то жизненному циклу. То есть у него всегда есть какой-то жизненный цикл. То есть ты можешь компонент инициализировать, как вот, допустим, в случае с Влада. Он делает какой-то запрос, да, инициализирует компонент. в этот момент, когда инициализируется компонент, соответственно, все его зависимости, которые ты указал, они будут в рамках него созданы. Когда он захочет этот компонент убить, ты можешь его убить, допустим, там через 20 минут, поставить какой-то таймер, который через 20 минут просто занулит переменную твоего компонента. И в этом случае garbage collector просто все соберет, все, что внутри этого объекта, грубо говоря. Спасибо. Вот. И все. Я, возможно, упустил. А как вот ссылки, вот то, что ты сейчас говорил, что компонент можно самостоятельно контролировать в плане его существования и релиз, ну, purging. А где, как это делать? То есть где хранятся ссылки на компоненты или у даггера есть API специальные, чтобы убивать компоненты? Нет, нет, никаких API-компонентов, это просто объект. Ты хранишь ссылку на этот объект. Когда ты эту ссылку занулишь, это твое право. Ты можешь, эта ссылка может, допустим, у тебя есть activity-экран, ты создал ссылку на и хранишь в рамках твоего activity, как только у тебя activity зафинишилось, твоя ссылка это убивает, соответственно, убьется компонент, соответственно, убьется все зависимости, которые он создал. Ну, а тогда вопрос перетекает в вопрос, а какие рекомендации, если, например, мне нужен какой-то компонент, я знаю, для нескольких activity, вот, чтобы он существовал, то есть, что, как бы, кладут в application. Да, есть, можно положить в application, привязать его к application компоненту, то есть, компонент application создать, вот, хранить на него ссылку и к нему привязывать. Можно хранить просто синглтонами, обычными static, синглтонами у себя. Ну, то есть, ничего нового нету. Мне просто на собеседовании однажды сказали, меня собеседовали, сказали, я там про какой-то паттерн архитектурный, ну, про зависимости тоже, а мне говорят, а вот даггер все сам умеет. Нет, даггер ничего магического не делает, это не система, грубо говоря, мониторинга ссылок и все остальное. Это просто удобный способ для того, чтобы тебе можно было создавать зависимости, создавать объекты, точнее, не зависимости, а создавать объекты, любые объекты, которые у тебя есть, которыми ты пользуешься, и все. Спасибо. То есть, ты бы мог все эти зависимости и ручками создавать, но у тебя бы тогда было бы там, ты создаешь view-модель, перечисляешься, как мне создать там use-case, создаешь use-case, в него вкладываются там репозитории, создаешь репозиторий там и так далее. Короче, в общем-то, это было бы очень больно, долго и очень много было бы более plate-кода. Окей, хорошо, погоним дальше. Но бывают такие ситуации, когда вам, кроме как того, чтобы просто создавать зависимости, вам нужно передавать какие-то штуки от одного экрана на другой. В моем случае у меня есть какой-то экран Splash, ну, то есть это вот главный экран, который грузит юзера с GitHub, дальше запоминает user-login и открывает следующий экран с репозиториями, и там уже используется этот user-login. Ну, это обычная стринга, которая передается в интенте в качестве экстра. Какие же есть способы для передачи, точнее, какие есть способы для того, чтобы эта стринга уже стала использоваться в зависимости наших классов. В этом случае мы можем нашу стрингу заинжектить в модуль. Допустим, при создании на втором экране с репозиториями, при создании нашего компонента мы можем создать у него модуль и заинжектить в нее эту как раз-таки стрингу. Но так делать не нужно, это не совсем верно. Почему? Скорее стоит сказать о том, что модули бывают разных типов. Модули бывают с дефолтным конструктором, то есть с конструктором без всяких параметров. Модуль бывает как раз-таки с конструктором с определенным набором параметров, но в этом случае у нас есть… и эта штука используется, когда мы билдим наш компонент. Также модули бывают абстрактные, то есть их можно абстрактным классом делать, можно делать интерфейсом, ну и можно делать котлен-объектом, и все функции тогда надо будет пометить gm-static для того, чтобы они были статичны, но эта штука уже как бы не работает с даггера 225.2. Так вот, как раз-таки тут вот приходит вот этот момент, когда я говорил про builder, 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 builder. У нас есть такое понятие, как создание компонента через builder. Как это происходит? У нас есть компонент, наш user-repository component, который как раз-таки отвечает за экран репозитория. И внутри этого компонента мы объявим новый интерфейс и повесим в него аннотацию component builder. Эта аннотация служит для чего? Для того, чтобы даггеру мы сказали, как мы хотим проинициализировать компонент. В этом случае мы добавим, допустим, несколько методов, то есть мы скажем, что мы хотим внутри компонента нашего используются некоторые dependency, допустим, контекст и наш этот user-login. User-login и defyre — это обычный дата-класс, который хранит в себе как раз-таки вот эту вот экстру. Почему я рекомендую делать именно так? Потому что вы в компонент можете инжектить все, что угодно. Ну, то есть ваши dependency могут использовать там стринги, int и так далее. Но для того, чтобы вам явно сказать даггеру, какая стринга должна попасть в ту или иную зависимость, вам нужно будет использовать аннотации отдельные. Так вот, для того, чтобы было такой, так называемый type-save, и можно было легко разруливать и понимать, какие классы содержат в себе dependency, это можно делать легко через такие враперы, дата-классы. Благо у нас Kotlin легко, можно и быстро это все дело создавать. Но этого на самом деле не хватит для того, чтобы сказать даггеру о том, что используй, пожалуйста, вот эти вот, грубо говоря, экстры, которые мы хотим тебе дать на вход, что, да, стоит еще добавить аннотацию bind instance. Ну и, конечно же, какой билдер без build-метода, да? И build-метод, который будет возвращать как раз-таки наш компонент. Возвращаемся к тому, как мы будем это все дело создавать. Мы берем наш даггер-компонент, название компонента, вызываем на нем метод builder, дальше передаем, вызываем наши методы, которые мы объявили в интерфейсе, это context, user-login, где мы создали наш дата-класс в рапер, и вызвали метод build. На самом деле это все очень круто, но эта штука, я не сильно рекомендую использовать билдер в таком формате. Почему? Потому что вы всегда можете забыть вызвать метод context, или вызвать user-login этот метод и так далее, который у вас объявлен в интерфейсе. Если вы не вызовете один из этих методов, соответственно, у вас в рентайме упадет какая-то зависимость, потому что у даггера не будет возможности получить это значение. То есть как переменную, как объект у него она будет внутри, но как значение мы ему не передадим, и, соответственно, случится crash. Есть всегда, всегда нужно задуматься о том, а можно ли сделать лучше, да? Для этого в даггере есть следующая аннотация под названием factory, которая по факту делает все то же самое, что и билдер, но на самом деле с ней гораздо легче не запутаться. То есть мы создадим один метод, и в рамках этого метода мы уже явно будем передавать все зависимости, которые нужны этому компоненту через, опять же, аннотации bind instance. И в этом случае при создании компонента мы просто вызовем метод create, куда мы явно должны будем передать все зависимости, которые нужны нашим dependency в рамках этого компонента. Мы с вами рассмотрели, что такое, какие типы модулей бывают, как можно компоненты создавать через factory и через билдер. Есть ли какие-то вопросы? Да, здесь вопросик есть. Там был пример с передачей параметра. Вот этот или вот этот? UserLogin, кажется. Вместо строчки мы оборачивали дата классом. Да, вот здесь. Вот в Kotlin, насколько я помню, есть такая штука, как inline-классы. Да, inline-классы, но они не в эксперименте пока. Допустим, или их использовать? Ну, такой момент, что сначала, скажем так, я с inline-классами не пробовал это сделать, потому что я не знаю, насколько там все это развернется. То есть, грубо говоря, inline-класс, если это не nullable штука, то она будет подставлена в виде как бы сразу же значения. Я не уверен, что Dagger сможет просто… Там же вопрос аннотейшн-процессинга этого, и как, короче, это все заинжектится. Ну, то есть я пока с этой штукой не работал. Почему? Потому что пока она в эксперименте, мы в проект всякие экспериментные штуки стараемся не втягивать. Вот. Но отличный поинт, чтобы дома попробовать на petproject. Спасибо. Спасибо. Ну, может, уже, кстати, кто-то втягивал. Может, кто-то знает. Может, кто-то пробовал. Может, рассказать. Окей. Так. Окей, погнали дальше тогда. Хорошо. Следующий поинт, про которую, штуку, которую хочется рассказать в Даггере, такая есть понятие саб-компонент. Про это лучше на примере рассказывать. Вот у нас есть какой-то ап-компонент, дальше у нас есть какие-то экраны, сплэш-экран, к которому мы вводили, сплэш-активити, и, соответственно, есть какой-то еще фрагмент для него. Ну, и точно так же для реп-активити мы создаем какой-то компонент, ну, и, соответственно, есть детали и уже как бы сам список, да? Все вроде выглядит хорошо. Давайте это все дело, на самом деле, сделаем горизонтально. Горизонтально это выглядит следующим образом. У нас есть ап-компонент, и, соответственно, есть саб-компоненты, которые отходят от ап-компонента, грубо говоря. Синим цветом я показываю, что это те зависимости, которые были созданы в ап-компоненте, но они дальше доступны уже всем челдам. То есть если мы создаем компонент как саб-компонент, то все зависимости он может забрать от своего родителя. Ну, и, соответственно, мы можем наши компоненты пометить своими скопами, то есть ап-компонент с скопом ап-скоп, активити-активити-скоп, фрагмент-фрагмент-скоп. Для чего это нужно? Чуть позже. И когда мы создаем на уровне уже саб-компонентов, создаем свои зависимости, то есть, как видно, эти зависимости не пересекаются. То есть все, что создается в splash-компоненте, саб-компоненте, доступны в splash-саб-компоненте, но не доступны там в repo-активити саб-компоненте. Все, что доступно в repo, доступно в repo. Ну и, конечно же, все зависимости, которые есть в App-компоненте. Уже на уровне фрагментов мы видим, что зависимости, которые были созданы в App-компоненте, которые были созданы на уровне Activity, они также доступны и в самом фрагменте. Но, опять же, не пересекаются. Причем, что эта штука, мы еще дополнительно к этому всему будем помечать с копингом, для того, чтобы было вот это разделение между слоями, грубо говоря. И в рамках каждого из компонентов мы уже можем использовать с копинг и говорить о том, что та или иная зависимость будет жить, пока живет наш, допустим, сап-компонент. Как сделать сап-компонент? Достаточно просто. Стоит просто пометить аннотации сап-компонент вместо компонента, и тем самым мы уже можем сказать даггеру о том, что мы можем видеть зависимости нашего родителя, то есть нашего ап-компонента. Как это все выглядит? В Application создает наш ап-компонент, где-то в сторонке у нас сейчас существует наш сап-компонент. Что происходит, когда мы помещаем аннотации сап-компонент, наш SplashActivity, и еще стоит отметить, что наш SplashActivity как раз-таки использует вот эту зависимость ретрофит, которая была у нас создана в ап-компоненте. То есть он по факту говорит о том, что я зависим от ап-компонента, потому что мне нужна зависимость ретрофита. И в этом случае, если мы пометим наш сап-компонент, то есть наш SplashActivity сап-компонент, аннотация сап-компонент, в этом случае Application будет билдить ваш сап-компонент. То есть не вы сами будете его создавать, а, грубо говоря, за вас Application создаст этот сап-компонент. И в этом случае получается так, что зависимости будут видны. Как это можно сделать? Как можно сбилдить наш сап-компонент в рамках ап-компонента? Допустим, вот у нас есть ап-компонент наш стандартный, который помечен аннотацией компонент. Дальше внутри нашего интерфейса мы добавляем так называемый плюс, обычно всегда так называли, плюс сап-компонент метод. И передавали туда наши все модули, которые нужны для нашего сап-компонента, ну и возвращает он будет наш сап-компонент. Но так делать не надо. Почему не надо? Потому что мы тем самым говорим нашему ап-компоненту, как создавать сап-компонент. То есть мы передаем все эти модули и так далее и тому подобное, что в целом ап-компонент узнать не нужно. Как это создается? Есть следующий способ, второй способ. Это отдавать не сап-компонент, а уже отдавать в Factory. Но так делать тоже не нужно. Почему? Потому что на самом деле, если вы у себя в приложении используете какую-нибудь фичу тогглинг, то вы хотите контролировать, какой сап-компонент в тот или иной момент будет создан. То есть если фича включена, то один, если фича выключена, то, допустим, другой. Для этого есть следующий способ. В модулях можно указывать именно те сап-компоненты, которые будут принимать те или иные зависимые из самого модуля. И тем самым мы в рамках ап-компонента, добавляя этот модуль, мы скажем нашему главному ап-компоненту о том, что есть уже сап-компоненты, что они как бы существуют. И дальше уже в самом аппликейшене мы можем инжектить в Factory на этот сап-компонент и уже сами его создавать каким-то своим образом. Это то, что на самом деле рекомендует Google делать. В кодлабе у них это написано, как это можно все сделать. Мы рассмотрели с вами про сап-компоненты, какие типы бывают, как их можно создавать, какие у них есть зависимости, есть ли какие-то сейчас вопросы на этот счет. Странно, что вопросов нет. Я такое чувство, что… Есть вопросы. Вопросы есть. Давай. Я немного, может, уже в топ, но про скоупы, про отношения скоупов и компонентов. Это, как правило, всегда один к одному. А именно, что будет, если я два компонента разных помечу одним скоупом? Как их лайфсайкл будет тогда? Так ничего страшного, что не будет. Ну, то есть, помечая скоупом какой-то из компонентов, и второй компонент помечая таким же скоупом, ничего не произойдет. То есть, произойдет только то, что если у тебя есть какие-то dependency, которые в рамках этого компонента создаются и помечены этим скоупом, они будут просто типа локальные, синглтоны для этого компонента. Не получится так, что dependency, созданные в одном компоненте, будут жить в зависимости от лайфсайкла другого компонента, помеченного таким же скоупом? Нет, они не пересекаются. Как я вот говорил в рамках того же сап-компонента, видишь, зависимости никак не пересекаются. То есть, зависимости от сплэш-активити никак не видны в зависимости от репо-активити. Эти компоненты никак не пересекаются. Их зависимости никак. Спасибо большое. Ой, блин, далеко ушло. Да, там есть еще вопросы. Тут и здесь. Да, спасибо. Я не очень понял по поводу того, каким образом сап-компонент получает информацию о том, кто его родитель. Ты говорил о том, что там должны быть dependency родители, да? Да. Должен зависеть от dependency. Ну, вот, допустим, в этом варианте мы явно создавали сап-компонент через… Как правильно сказать? Короче, я чуть дальше расскажу, как сап-компонент появляется в ап-компоненте, когда мы будем говорить про кодогенерацию. И там станет яснее, как эта штука происходит. Но по факту для того, чтобы тебе сообщить о том, что есть сап-компонент и есть ап-компонент, тебе нужно сделать, объявить эту зависимость в рамках ап-компонента. То есть ты можешь это объявить в виде того, что твой сап-компонент, допустим, является зависимостью в каком-то там классе, допустим, да? Либо через вот эту вот, через аннотацию inject, да? Либо объявить модуль в самом ап-ком… Не модуль, а метод, вот этот, допустим, там, plus там и так далее. И тем самым сгенерится вся эта штука автоматически из-за тебя. Сложно, наверное, объяснил, но я говорю, что можно будет вернуться к этому вопросу очень позже там. Окей, спасибо. А, и еще один вопрос, я извиняюсь, по поводу предыдущего. Насколько я знаю, вот по поводу лайфсайкла, то есть мы сейчас все время говорим, и ты тоже говоришь о том, что компонент, лайфсайкл, значит, связанные вещи, но, насколько я понимаю, может быть, я чего-то не знаю, что у нас есть, по сути, одна точка входа, которая инициирует компонент. Все верно. И точки выхода у нас нет, у нас есть только garbage collector. Да, да, все верно. Спасибо. Да, все так и есть. Не стоит понимать лайфсайкл, это как что-то, что как у нас есть у Activity, там он старт, он стоп, там, да, жизненный цикл самого экрана. Это, грубо говоря, это просто… Мы просто создаем объекты, и все. Мы создаем объекты, их держим в каком-то отдельном классе, который нам, грубо говоря, помогает оттуда доставать те или иные зависимости, ну, те или иные объекты. А вот вопрос как раз по этому слайду. То есть потом мы в разных местах через, например, апп-компонент достаем эти сапп-компоненты, да? Да. В зависимости от фичи. Ну да, оно будет за тебя сгенерено, и ты потом можешь с ним уже работать. Ну, то есть ты потом его можешь сам билдить. А, то есть ты сам билдишь. Да, да, да. Ну, у тебя возвращается factory, и, соответственно, ты можешь эту factory как бы… ну, через эту factory создаешь себе сам сапп-компонент. Еще как дополнение, там мы показывали сапп-компонент. Нужно сказать, что если у нас apparent, как бы, скоп, то сапп-компонент должен иметь другой скоп. Ну да, отлично… Там просто не показано было, что с аннотацией… Да, хорошее замечание, что у компонентов у них скопы должны различаться. То есть если мы в рамках одного компонента объявили скоп, допустим, апп-скоп, а у второго компонента объявили, допустим, тоже апп-скоп, ну, я имею в виду в какой-то dependency при создании, то будет ошибка. Вам нужно было, чтобы во втором компоненте скоп, название скопа отличалось от того, которое вы объявляли в первом компоненте. Да. Ну, там… Это… это… это также работает и для dependent компонентов. То есть у тебя есть и сапп-компонент, и dependent компонент. Ну, тут неважно, какие компоненты. Главное, чтобы у компонентов всегда отличался скоп, если вы создаете. Вот. Окей, хорошо. Тогда погоним дальше. Горячий топик. Следующее, про что стоит ознакомиться, с чем вы точно будете работать, это аннотации. В Dagger есть несколько очень важных аннотаций, которые вам могут облегчить жизнь. И первый из них – это Binds. Binds-аннотация – это аннотация, которая позволяет вам связать реализацию с имплементацией. Ой, реализацию с имплементацией. Имплементацию с типом. На примере. Вот у нас есть какой-то логин use case, это интерфейс, и есть какая-то его реализация, импл, да, которая что-то делает. Как эту штуку можно заиспользовать в рамках нашего модуля? Ну, в рамках нашего модуля, в модуле мы делаем provide method, да, по старинке, и в рамках, внутрь метода мы передаем implementation, то есть на нашу реализацию, да, говорим явно, что вот, смотри, вот есть имплементация, но верни мне, пожалуйста, интерфейс, мы же не хотим детали возвращать, мы возвращаем интерфейс, да. Ну и, соответственно, у нас появилась так называемая, просто, грубо говоря, прокси какой-то метод, который берет в себя реализацию и ее, опять же, возвращает, ничего не делает. Как бы некрасиво. Давайте ее уберем, давайте эту реализацию уберем, но тогда возникает вопрос, а что должен возвращать метод? Ведь у нас это класс, и мы должны возвращать метод. Соответственно, мы можем убрать у класса, точнее, мы можем убрать тип, что это не просто класс, а уже будет какой-то либо интерфейс, либо абстракт. В случае, когда мы объявим интерфейс, либо абстракт, соответственно, мы должны объявить у самого метода тоже абстракт, либо ничего, потому что интерфейс – это и так по себе абстрактные методы. Ну, эта штука не до конца еще работает, все уже как бы компилируется, но не будет ничего делать. Почему? Потому что у нас была объявлена аннотация Provides, а аннотация Provides работает только с неабстрактными методами. То есть, грубо говоря, она должна всегда возвращать какую-то реализацию. И вместо нее мы можем использовать аннотацию Binds. В итоге мы получаем, что у нас есть какой-то либо абстрактный, либо интерфейс. Ну, выбирайте сами, как хотите. Просто с интерфейсом можно меньше кода писать. Используем аннотацию Binds. В рамках, в аргументах этой функции должна быть всегда реализация ваша. Ну и дальше возвращать она должна уже получается как бы абстракцию. Также в модулях можно писать свои companion-objects и помечать их тоже в модуле. И писать, соответственно, свои Provide-методы, которые тоже будут помечены аннотацией Provides и вместе с GVM-static. GVM-static уже не обязательно с даггера определенной версии. То есть companion-objects будут в даггере расценены нормально, и все будет работать, все будет хорошо. Следующая аннотация у нас есть такая штука под названием reusable. Это вещь, которая очень сильно связана со скопингом, то есть это дает возможность переиспользовать нам какую-то зависимость. И лучше ее использовать для тех объектов, которые на самом деле создаются очень долго. Или такие увесистые объекты, которые там могут, ну не знаю, по какой-то задержке или еще что-то. И это некоторая возможность реплейсмента для скопа. Что я имею в виду? Допустим, у нас есть app-компонент, и у него есть какой-то модуль. В рамках app-модуля мы к какой-то dependency, точнее к какому-то объекту повесили аннотацию reusable. В этом случае в рамках этого компонента app-компонент возьмет эту dependency и у себя ее как бы закеширует. И начнет ее использовать. И все наши саб-компоненты, так как это саб-компоненты, то они получат эту зависимость. Они будут ее получать в instance этой зависимости всегда одну и ту же. Вот. Но как только мы эту зависимость начнем создавать не в рамках app-компонента, а начнем ее создавать в своих саб-компонентах, то эти штуки будут создаваться у каждого компонента по-своему. То есть у каждого компонента она будет и создана, и закеширована. А не так, что будет переиспользована. Следующая аннотация, которая есть, это квалифайер. Аннотация квалифайер дает возможность вам выбирать ту или иную реализацию. Как это выглядит вообще? Ну, допустим, у нас есть, во всех приложениях у нас есть работа с потоками, верно? Верно. Ну и, соответственно, нам надо как-то правильно уметь строить нашу многопоточную среду. Допустим, у нас есть какой-то однопоточный экзекьютор, который возвращается в методе provide. Мы возвращаем интерфейс экзекьютор, мы не хотим возвращать реализацию, верно? Ну и, соответственно, у нас есть какой-то мультипоточный экзекьютор, который может создавать несколько потоков одновременно. И в том и в том случае мы возвращаем экзекьютор. И как даггеру понять, в какой класс ему нужно заинжектить либо многопоточный экзекьютор, либо однопоточный экзекьютор. Для этого в даггере существует такая штука под названием аннотация qualifier. И реализация из них, одна из реализаций, это как раз-таки named аннотация, которая содержит в себе значение, value. Как его можно происпользовать? Мы просто наши provide-методы помечаем аннотацией named и передаем туда, грубо говоря, такой идентификатор, ключ, по которому в дальнейшем мы будем это дело доставать. То есть мы сказали, что для синглтрейдинга мы используем ключ синглтрейд, для мультитрейдинга мы используем ключ мультитрейд. Ну и, соответственно, дальше уже в самом коде мы можем легко использовать, просто добавляя к инжект филду нашу аннотацию, named аннотацию, и используем тот же самый ключ. И тем самым даггер может легко уже понимать, куда ему что можно инжектить. Как у меня в примере, в моем примере, достаточно можно это легко происпользовать. Ведь у меня есть различные холдеры. Один холдер у меня возвращает так называемый feature-холдер, второй у меня есть так называемый big-холдер, который возвращает больше информации, и третий просто нормальный холдер. Для того, чтобы даггеру сказать, когда какой холдер создавать, я воспользуюсь такой своей собственной реализацией этой аннотацией, и напишу так называемую view-холдер-кей аннотацию, которая будет принимать в себя тип моего холдера. Тип у меня бывает type normal, big, либо feature. Здесь value у моих типов int, потому что, как вы знаете, в recycle view в методе getType, когда мы хотим отрисовать тот или иной холдер, мы должны отдать int. Ну и, соответственно, у нас есть, что для type normal у нас используется view-холдер normal factory, который будет создавать обычный холдер. Для big будет использоваться какая-то другая фэктория, для feature точно таким же макаром. Ну и как это все дело можно вообще синтегрировать, сказать даггеру, что вот смотри, вот у меня есть такой тип, для этого типа создавай вот эту фэкторию, для этого вот эту, вот эту. Для этого мы вернемся к нашему модулю, и в модуле объявим через аннотацию binds, просто напишем наш метод, который будет создавать фэкторию. Но этого не хватает, потому что мы не можем создать одну и ту же фэкторию для всех холдеров. Мы должны создавать разную фэкторию. Для этого я добавляю мою аннотацию, использую свою аннотацию, пишу, что я хочу, чтобы этот, чтобы эта фэктория, то есть вот этот метод по созданию этой фэктори, вызывался для холдера с типа normal. И добавляю еще одну аннотацию, int.map, которая мне позволяет под капотом создать, сказать даггеру, чтобы он создал так называемую map, dictionary map, который будет ключом мой вот этот вот как раз таки viewholder key, моя это аннотация, а реализация будет как раз таки вот этот метод bind, который будет возвращать эту реализацию. Тем самым я могу потом создать для каждого холдера свою фэкторию через вот эту аннотацию, и даггер будет каждый раз создавать ту или иную фэкторию в зависимости от того, какой тип холдера используется. Мы с вами быстренько пробежались по основным аннотациям binds, reusable и qualified. Надеюсь, что у вас возникнут какие-то вопросы, а если нет, то это может быть… А вот можно по поводу reusable? Вот ты сказал, что если у нас какой-то очень большой объект, увесистый, то как бы в app-компоненте он создастся, и потом будет реюзаться в саб-компонентах. Да. А потом ты сказал, что если саб-компонент сам захочет создать этот объект, то он уже будет другой инстанс. Правильно? Да, все верно. То есть у нас, если этот объект не создавался в app-компоненте, и он не объявлен в app-компоненте, то он в саб-компонентах переиспользоваться не может. Ну, то есть мы его не видим, грубо говоря. А так как компоненты сами по себе не пересекаются, то по факту для каждого из них внутри него будут созданы свои как бы эти инстансы. Окей. И вот еще как дополнение, вот классный пример использования into-map с viewmodel, который… …тоже можно. Да, да, да. Там немножко сложнее получилось бы, поэтому я решил на простом примере, тем более у меня есть это. Окей. Есть ли еще какие-то вопросы? Просто было бы гладко с точки зрения, что с прошлой лекции вы показывали viewmodel. А, ну да. И как бы такой переход. Понятно. Сейчас этот вопрос. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что мы смотрели на qualifier и named, а потом перешли к map.key. Ну, почему там нельзя, например, named использовать или map.key – это реализация qualifierа тоже? Так, подожди еще. Ну, мы вроде смотрели на qualifier аннотацию. Сейчас. Вот, вот, да. То, что у нас одинаково возвращаем мотив, и мы можем их разделить с помощью named. Да, да, да. Ну, а named сама по себе qualifier аннотация. Да, да. Вот. А почему тогда дальше мы используем уже какую-то аннотацию map.key? Ну, как она отличается с named? Дело в том, что аннотация named, она у себя принимает значение value, string. Да. В моем случае мне нужно значение int. Вот. И я могу точно такую же аннотацию, грубо говоря, для себя написать, которая будет по факту делать все то же самое, только просто в качестве ключа будет использовать int, intовое значение. Вот. Окей. Ну что? Можно короткие вопросы? Я забыл, зачем int-map нужен на клиентской стороне? Для того, чтобы вот эти вот все factory положились, чтобы реализация этих всех factory под одним интерфейсом положилась куда-то, чтобы каждый раз, когда мы достаем тот или иной холдер, мы могли брать ту или иную factory под его тип. Типа как кэш? Да, это кэш. Ну, как бы обычная мапа. Обычная мапа, ключ значения, которая будет ключом, это будет наш холдер, айдея, грубо говоря, типа это. Ну что, мы с вами рассмотрели на самом деле, скажем так, все основные такие фишки, почти все основные фишки даггера. Вот. Но не затронули тему того, как вообще эта штука вся магическая работает изнутри. Я уже не раз говорил о том, что на самом деле вся вещь в даггере основана на кодогенерации. И это в действительности так, и это одна из таких больших болей, возможно, может быть и нет, но по-разному. Кодогенерацию лучше всего, конечно же, рассмотреть, как это все происходит под капотом, лучше всего рассмотреть, конечно же, на примере. Опять мы вернемся к нашему злосчастному примеру с NetworkModule. Возьмем наш класс NetworkModule и посмотрим, что же делается в случае, когда мы объявляем аннотации модуль, и что делает в этом случае даггер. В этом случае даггер создает так называемый свой класс, который называет его NetworkModule, добавляет еще Factory. Самое важное то, что стоит помнить, что даггер оперирует везде. Помните, в сервис-локаторе я говорил про провайдер, такой интерфейс, да, GET, и в GCR 330 этот провайдер, интерфейс также пролазит. Это один из основных, грубо говоря, интерфейсов, которые позволяют получить объект, то есть получить инстанс объекта. И даггер этим же и оперирует. По факту это, грубо говоря, как одно кольцо, которое всеми все делает за вас. То есть это вот как раз-таки этот провайд метод, то есть наша Factory, которая имплементируется даггером, этими созданными классами, это по факту тот же самый провайдер. Так вот, в рамках нашего сгенерированной Factory мы туда передаем наш модуль, то есть это как раз-таки наш инстанс нашего модуля, даггер будет передавать инстанс нашего модуля, и в методе get мы просто из этого инстанса будем как раз-таки вызывать наш метод provide. Ничего сложного, все достаточно просто, то есть никакой магии. И точно так же даггер сгенерит в такой же Factory и для нашего ретрофита. Единственное отличие в том, что, как помните, в ретрофите у нас появляется еще некоторый метод, ну, зависимость окош-цепи клиента. Для этого даггер заинжектит в саму эту Factory, в ее инстанс этого класса, заинжектит как раз-таки провайдер. Не саму же инстанс, а как раз-таки именно провайдер. И дальше уже в методе get он возьмет provide метод нашего модуля и возьмет провайдер и вызовет на нем просто get. Опять же, ничего сложного, да? И, ну, рассмотрим наш, так как мы все это рассматривали на нашем примере с апкомпонентом, вспомним наш апкомпонент, наш апкомпонент был такой, да, описан. Ну, и добавим в него еще метод ретрофит, который будет как раз-таки отдавать, грубо говоря, вот эту инстанс нашего ретрофита, да. Зачем это нужно, чуть позже увидим, но пока предположим, что нам нужно от апкомпонента просто получать вот эту инстанс нашего ретрофита. Что же в этом случае сделается? В случае с апкомпонентом, как я говорил, как мы видели, сгенерится стандартный билдер, класс, у которого метод билдер будет как раз-таки создаваться наш именно даггер апкомпонент. Почему через метод билдер? Потому что конструктор класса даггер апкомпонент приватный, и туда вот сам этот класс будет передаваться как раз-таки инстанс уже нашего модуля, network модуля. Мы сами network модуль нигде не создавали, не создаем, да, то есть с дефолтным конструктором, если мы используем network модуль, модуль, если мы используем с дефолтным конструктором, то даггер за нас его сам создает. И в рамках внутри этого даггера компонента нашего класса мы увидим следующее, что в наш конструктор инжектится этот наш network модуль, дальше для factory, дальше вызовется наша вот эта factory, которая создалась для OKCTP клиента и для ретрофита. И фишка в том, что тут дополнительно за счет того, что мы поменьшали аннотации scope, то есть мы поменьшали аннотации singleton, то тут создастся вот как раз-таки вот такая вот штука double check provider. Double check – это знаменитая проблема в Java, синхронизации, когда там дополнительные подпрыги с синхронистом и самим классом делаются, это вот как раз-таки реализация вот этого класса double check, она как раз-таки вот решает проблему. И вот эта вот double check штука сгенеренная, она в себе как раз-таки будет хранить вот эту instance класса. И это, грубо говоря, вот это вот, только мы объявляем аннотацией, сразу же, точнее скопом, то сразу же генерится за нас вот этот double check класс, который внутри себя будет хранить вот этот вот перемен, ну, наш instance. И тем самым это появляется так называемый single tone, грубо говоря, single tone, который дает нам возможность кэшировать нашу instance и ее отдавать постоянно, одну и ту же. В случае, если мы пометим reusable аннотации, то вместо double check сгенерится single check. Реализацию лучше всего посмотреть на примере самого класса, то есть вы можете зайти и глянуть ее, вот, стоит ознакомиться, там единственная разница это как раз-таки вот в этой проблеме double check, которая решается через синхронист. Но она также прихранивает наше значение. Окей, и для retrofit, соответственно, сгенерится свой double check, который, провайдер, который по факту будет принимать себя в зависимости от OKH-TTP клиента. Окей, ну и, соответственно, так как мы в интерфейсе объявили retrofit, то, соответственно, при реализации Dagger App Component будет реализовывать наш App Component интерфейс, и, соответственно, он будет перепределять те методы, которые мы там объявили, ну и, соответственно, он будет брать retrofit провайдер и получать из него сам retrofit. Дальше, если рассмотреть, допустим, вот у нас есть некоторый роутер, и роутер, который, ну, роутер — это класс, который, допустим, делает какую-то логику по роутингу нашего приложения. Как мы говорили, что модули можно объявлять как абстрактные, также модули можно объявлять как обжекты, также мы говорили о том, что внутри модулей можно создавать еще дополнительные модули через компонент обжекты. Как эта вся штука генерится, я оставлю это на домашнее задание, на самом деле, не буду рассказывать, но там ничего тоже суперсложного нету, просто рекомендую посмотреть. И как только вы посмотрите туда, вы поймете, почему использование модулей через абстракт, обжект или интерфейс, или компейнен обжект гораздо экономнее по памяти, чем использовать постоянно модуль и писать в нем провайд метод. Там, ну, немножко заспойлер, самое важное, это то, что не будут создаваться дополнительные объекты. Везде ссылка на создание новых объектов будет происходить через статический метод, то есть вызов создания объекта будет происходить через статику. Дополнительно никаких новых объектов создано не будет, типа там, factory вот этих вот, или провайдеров и так далее и тому подобное. Окей, но как же, вот мы все вроде написали, с вами написали компонент, посмотрели, как компонент создается, посмотрели, как создается модуль, да, но мы хотим заинжектить, ну, то есть мы хотим в переменную ретрофита заинжектить инстанс нашего ретрофита. Как эта вообще штука происходит? Да, то есть мы, вот, объявили аннотацию inject, пометили наш метод, и как даггер понимает, что нам нужно сюда заинжектить нашу переменную. Для этого в даггере создается отдельный, грубо говоря, отдельный метод inject, который мы объявили, объявляли у себя в апп-компоненте. Помните, там было там inject, inject application, да, то есть и делали потом, когда билдили компонент, делали на нем inject, да. Вот, и как раз таки вот этот метод он переопределил и создал дополнительный, так называемый, member injector. Это так называемый класс, который как раз таки проходится по тому классу, в который мы инжектим, и ищет все аннотации inject, и на ней пытается на этом, на тех переменных, которые помечены на аннотации inject, присвоить им значение из объектного этого графа. То есть в нашем случае в объекты inject.retrofit мы передаем instance, это как раз таки наш application, и далее в этом member inject классе, что мы делаем. У него точно так же есть свой метод inject member, который будет говорить о том, что я хочу в эту переменную retrofit заинжектить именно уже значение из нашего апп-компонента. И тем самым мы самой instance нашего аппликейшна просто возьмем эту переменную и из провайдера заберем значение уже этого retrofit. По факту просто ну сейчас я покажу, как это делается, но по факту просто даггер, когда строит граф, он понимает, где какие зависимости нужно взять, создает вот эти всякие провайдеры, factory, все-все-все-все вот это, и закидывает это все в разные объекты. И потом просто у себя в даггер-ап-компоненте по факту это все начинает использовать. Провайдеров бывают несколько видов. Обычный factory, который постоянно создает новый класс. Есть single check, который создается при аннотации reusable. Есть некоторый double check, который создается при аннотации single tone. Ну и также есть так называемый instance factory, который будет вам, instance factory, как и double check, они имплементируются lazy, то есть они создаются не сразу, а lazy. И instance, в своем случае, она возвращает вам один, она отличается от single tone тем, что она возвращает вам instance уже созданного объекта. Ну то есть не сам создается объект, а уже как бы, ну допустим, вы хотите передать число. Вы передали число, и это число постоянно вам будет возвращаться. вот. Окей. Так, вам видно, кстати, или нет? А то у меня тут надо... Ну короче, ладно. У меня просто тут стоит в слайдах notes о том, что надо отойти в этот момент. Окей. Ну, как это все происходит вообще на самом... Как это штука на самом деле работает? Ну то есть вот у нас есть апкомпонент, да, у нас есть какие-то свои провайдеры. Как раз это к вопросу... Так, где-то кто-то спрашивал меня про сапкомпонент. Короче, нет. Как эта штука связывается с сапкомпонентами, которые мы рассмотрели, да, то есть как сапкомпонент получает все эти зависимости, да? У нас есть апкомпонент, есть свои провайдеры, есть свои members inject. Точно так же, допустим, у нашего сплэш сапкомпонента тоже есть свои провайдеры и есть какие-то member inject. Но фишка в том, что мы хотим какие-то зависимости забрать из нашего апкомпонента. Да, мы видели, как это через аннотации мы объявляем, там, как показываем, как мы добавляем, да, все остальное. Но как по факту под капотом это реализовано? Ваши идеи? Достаточно, очень просто. Тут нет никакой сложности. Как вот эти провайдеры, которые создаются для модулей, для классов, будут видны в сапкомпоненте? Как можно сделать так, чтобы это было видно в нашем сапкомпоненте? Нет, не совсем проще. Чуть проще. У нас есть отдельно сапкомпонент, класс, наш сгенеренный даггер сапкомпонент, и отдельно есть апкомпонент, даггер апкомпонент. Как сделать так, чтобы провайдеры были видны в сапкомпоненте? Ну, почти можно было пойти какими-то различными способами, но по факту на самом деле они решили это так, они сделали просто тупо инер-класс у даггера апкомпонента. То есть у вас есть апкомпонент, и внутри этого даггера апкомпонента генерируется дополнительно просто ваш сапкомпонент-класс. И тем самым мы все зависимости, которые созданы были в нашем апкомпоненте, мы можем их просто внутри себя использовать. И это одна из самых болезненных тем при использовании сапкомпонентов, и почему, возможно, вы слышали даггер андроид. Слышали даггер андроид штуку? Вот. Почему сейчас даггер андроид является антипаттерном к использованию на больших проектах? Потому что он не скейлится, потому что тем самым даггер андроид под капотом использует с собой сапкомпоненты везде. И я видел и слышал про проблемы того, что даггерап компонент очень сильно вырос. Может вырасти некоторых людей до 30 тысяч строк, до 50 тысяч строк кода. Ну, представьте, вот эту штуку всю сгенерить, это как бы очень сильно много времени требуется. Ну, и на инициализацию тем более, когда у вас получается создается даггерап компонент на инициализацию вашего приложения и поднимаются эти все объекты. Даггер на самом деле сам по себе очень быстро при создании объектов. Да и арт нам позволяет возможность быстро и бесшовно создавать, грубо говоря, объекты. Но все равно такое большое количество объектов все равно миллисекунды или микросекунды или еще что-нибудь съедает. И от этого начинают уходить. Начинают уходить от сапкомпонентов, уходить от даггерандроида и так далее. Поэтому просто имейте в виду. Мы с вами рассмотрели самую основу того, как вообще генерится код под капотом в даггере и посмотрели, какие есть типы провайдеров, что фактор и так далее. На самом деле ничего сложного нет. Если у вас что-то не работает с даггером, допустим, у вас какая-то ошибка или еще что-то, ошибки не супер, конечно, читабельные иногда бывает, но тут скорее чтобы понять, как что-то сгенерилось, лучше всегда зайти в сгенерированный класс, а это достаточно просто, и посмотреть вообще, как это работает, насколько там все шарится, не шарится, правильно ли вы сделали и так далее и тому подобное. Я иногда заглядываю туда, но не часто. Окей, есть ли какие-то вопросы по вот этой генерации кода, по тому, как эта все штука работает вообще и так далее? Я взял исходники даггера просто потому, что решил, что в моем проекте вот так, как оно сделано меня не устраивает, это оно все равно там поменяется, я взял исходников поменял, у меня сейчас даггер работает в стиле даггер 3.0, то есть как бы made by my company и так далее. То есть насколько вообще эти исходники велики, если действительно туда кому-то когда-то понадобится лезть. Спасибо. Исходники имеется в виду сгенеренные, да? Нет, исходники генератора в том числе самого, то есть ну туда если имеется в виду про саму библиотеку, про саму библиотеку я туда не лажу. Я имею в виду про сгенеренный код, который у нас генерируется даггером. То есть условно говоря, за 10 тысяч человек и часов в компании никому это ни разу не понадобилось? Нет, мы туда не лазим просто, ну то есть нам нет смысла. Вот, ну есть какие-то проблемы, но в целом самое важное в даггере это не попасть в циклическую зависимость, вот, то есть потому что когда вы напишете вот этих куча модулей, там, компонентов и так далее, вдруг попадете в циклическую зависимость, то можно будет может быть тяжело выявить откуда эта циклическая зависимость появилась, потому что даггер тебе не говорит где у тебя там, он говорит о том, что допустим у тебя там либо там не знаю там это зависит от этого, а это от этого, ну то есть типа друг от друга зависит, типа такого не может быть, типа исправляй, ну и типа ты должен исправиться, как исправлять надо думать. А можно в микрофон, просто у нас запись идет и А такие случаи, то есть как бы по крайней мере он показывает ошибку или бывает что он просто может на час в компиляции где-то не, ну скажем так, он показывает всегда ошибку, ошибка будет показана, типа он там юрор распечатает и скажет, что типа у тебя циклическая зависимость, в этом компоненте у тебя циклическая зависимость, какие объекты, ну там будешь смотреть. А вот ну вы по крайней мере одну проблему практически упомянули, что вот там из-за того, что в апп-компоненты у нас генерируются дополнительные встроенные классы, то есть как бы это не масштабируется и так далее, то есть а вот в таких случаях то есть как бы это опять же есть просто какой-то один кейс или вот такая проблема конкретная была найдена профилированием, скажем так, или как это происходило реально? Не, это просто про генерацию сапп-компонентов просто залазишь сгенеренный код и видишь и все. И видишь, что это медленно будет работать? Ну не то, что медленно, это просто, что у тебя происходят вот такие вот, скажем так, что ты неявным образом ты прокидываешь, то есть проблема сапп-компонентом в том, что не только что оно генерит вот это все, а то, что у тебя получается неявным образом прорастают депенденсии в разных классах, то есть родительские созданные депенденсии прорастают во всех сапп-компонентах и ты не понимаешь, в каких компонентах у тебя используется какая-то депенденсия, понимаешь? Хорошо, с практической точки зрения, то есть каким-то образом вы можете обозначить сложность проекта, где вот это может проявляться, да, и опять же, то есть практически инструмент, который, то есть просто смотрим код, сгенерированный код и видим, что в этом проблема. Не, просто мы знаем, что сапп-компоненты работают вот так вот, а есть еще один механизм, который сейчас расскажу, работает вот так вот, и тут всегда лучше работать со вторым компонентом, со вторым подходом, который я сейчас расскажу, а сапп-компоненты лучше использовать для небольших проектов, когда надо быстро накидать, либо еще тоже расскажу, как еще можно их использовать. Вот критерий большой и небольшой, то есть ну тут быстро накидать, не знаю там, ну вот на моем, в моем проекте можно было использовать сапп-компоненты, из трех экранов состоит там ничего особого нет можно было быстро на сап компонент накидать и все на перформанс приложение никак не повлияет там то есть объекты будет быстро созданы все будет быстро сделаны все тут уже надо тут я сейчас расскажу как в чем и самое основное то есть ну как для себя то есть как бы суммировать то есть 35 экрана можно делать сап компоненты дальше второй подход ну да да допустим давайте да еще один подошел уже правильно я понимаю что использование сап компонентов ломает инкрементальную сборку ну даггер сейчас включил инкрементальную сборку я не знаю насколько он там ломает поскольку и на класс это по идее либо изменение любого сап компонента будет ну скорее скорее наверное да наверное да вот и компанию я не знаю может они как-то это оптимизировали ну потому что они же понимают как это работает ну то есть я не думаю что прям ну короче тут не скажу точно потому что они не видны смотрел есть ли сделать мультимодульное приложение до каждом модуле используется компонент то все всегда будет билдиться ну нет не всегда почему но если ты используешь если ты короче можем попозже поговорить на эту тему я просто расскажу свой как бы опыт и потом пообщаемся то есть я подумал что сап компоненты платят инкрементальную сборку и даггер android компонент тоже соответственно было тут и сложно сказать я не не уверен что они прямо ломают потому что все таки если я течу если google выпустил инкрементальную инкрементальный антейшн процессинг то для даггера то наверно что не продумали эти все моменты но я не уверен не ну тут надо почитать посмотреть посмотреть код их конкретно вот окей ладно погони по погоним дальше потому что у нас осталась еще очень одна интересная важная тема которая как раз таки это противоположность сап компонентов это dependent компоненты или компоненты пенсис эта штука которая на самом деле я рекомендую использовать если вы работаете с даггером и почему потому что это как то есть это такая отличная альтернатива короче сап компонентом почему потому что при реализации такого подхода мы явно говорим какой компонент использует какую зависимость мы явно видим какие зависимости к нему приходит и что он делает плюс ко всему он не создает вот этих энерклассов и все остальное он является независимый как независимым таким юнитом ну про это мы еще поговорим он очень классно себя зарекомендовал мульти мультимодульных проектах мультимодульные это имеется мульти грэдлово модульных проектах то есть когда у вас много различных грэдловых модулей и как как я уже сказал как раз таки говорит явно какие dependents и прорастают в вашем компоненте давайте рассмотрим на примере как вообще чем отличается сап компонент от dependent компонент допустим у нас есть сап компонент да ну опять же наш аппликейшн есть какой-то компонент который мы создаем да у нас есть activity и activity как бы получается создает наш сап компонент зависит от компонента и в этом случае как мы помним наш компонент наш компонент он создаёт он знает как создавать наш сап компонент до что же меняется в случае с ди wear компонент по факту все остается все то же самое единственное главное отличие в том что как раз таки компонент с наш депрендент то есть компонент а в моем случае он не зависит от он не создается от с помощью от компании он наоборот зависит от апп-компонента. То есть он сам себя знает, как создавать, и только единственное, что если ему нужны какие-то зависимости из апп-компонента, он их от него явно и забирает. То есть по факту отличие именно как раз-таки в этих двух моментах, что в сапп-компоненте мы создаем, а в dpn-компоненте мы зависим от нашего компонента. Как это выглядит на самом деле? Возвращаясь к нашему примеру про сплэш-модуль. Вот у нас есть какой-то сплэш-модуль, который проводит нам наш гитхаб-эндпоинт, ну или гитхаб-сервис. И есть некоторый сплэш-компонент. И как мы видим, при объявлении сплэш-компонента аннотации компонент, мы явно в депенденсиях указали, что мы зависим от апп-компонента. Почему? Потому что нам нужен этот ретрофит. В рамках сплэш-компонента мы используем ретрофит. То есть мы используем нетворк-запросы. И как это сделать? То есть по факту у нас получается, что ретрофит протягивается в депенденсии через депенденсии апп-компонента. И потом, когда мы, ну так как мы в апп-компоненте уже, помните, в самом начале я говорил о том, что давайте объявим некоторую функцию в апп-компоненте, которая будет как раз-таки отдавать нам ретрофит. То есть вот эта функция, вот эта явная зависимость, что мы от апп-компонента отдаем зависимость, которую потом мы будем использовать в других компонентах, она как раз-таки является вот этой вот штукой, которая протягивается через вот эту вот зависимость. То есть по факту у нас получается таким образом, что зависимость ретрофита в апп-модуле через интерфейс нашего апп-компонента может быть протянута в наш сплэш-компонент. Если говорить на кода генерации, то эта штука реализована следующим образом. Создается, ну, как обычно для наших модуля, для сплэш-модуля нашего, создается factory. В случае с сплэш-компонентом у нас есть некоторый билдер, внутри которого мы смотрим, проверяем наш сплэш-модуль, и дальше создается, и дальше мы должны забрать эту зависимость от ретрофита, да. В этом случае мы явно в билдер должны будем передать наш апп-компонент, то есть, ну, и здесь это будет проверка, типа, существует ли, то есть, существует ли наш апп-компонент, который мы создали и передали, или нет. Дальше он попадает в наш даггер сплэш-компонент через конструктор, и внутри создается еще один классец для нашего этого апп-компонента, под названием апп-компонент ретрофит. Это уже тоже внутренний класс, но не совсем, ну, это не совсем внутренний, это как бы паблик-статик класс, который внутри себя инжектит вот эту вот зависимость, апп-компонент зависимость. Вот, и уже с помощью обычного гетта просто из нашего апп-компонента забирает этот ретрофит. По факту, что у нас получается? Мы создаем даггер апп-компонент, который в свою очередь создает некоторый network-модуль, который создает factory для OKCIP, который создает factory для ретрофита. В случае со сплэш-компонентом мы создаем этот сплэш-компонент, создаем некоторый сплэш-модуль, создаем апп-компонент, внутри себя апп-компонент ретрофит, который будет как раз-таки втягивать вот эту зависимость app-компонент. Создаем factory для нашего GitHub API endpoint. И потом, используя метод inject, мы просто уже можем это все дело инжектить. Если говорить еще более как бы high-level, то при вызове метода inject на нашем Splash Activity, что происходит? Мы как бы, если так по-хорошему, мы берем viewModelProvider, например, viewModel и useCase, грубо говоря, это вещи, которые идут в нетворк и забирают нашего GitHub юзера. Я про это все не рассказывал, про то, что у Splash Activity есть своя viewModel, которая обращается к useCase, а useCase обращается к репозиторию и так далее. Это с лекцией архитектуры мы так выстраиваем нашу архитектуру приложений. Поэтому я это все дело опускал и просто сразу говорил, как если это делать напрямую, без viewModel и useCase. Но в нашем случае так должно быть. Дальше логин useCase наш идет в юзерепозиторий. То есть, соответственно, для каждого из этих объектов будет создан свой как бы провайдер. Юзерепозиторий провайдер идет в GitHub App Service провайдер. GitHub App Service требует ретрофит. Соответственно, он берет ретрофит провайдер. Ретрофит требуется из App Component провайдера, потому что оно как dependency протекает. Соответственно, мы берем у App Component провайдера. Дальше мы берем в App Component, мы берем свой уже готовый ретрофит провайдер. Дальше, так как ретрофит провайдер нужен OKH-TTP, то оно берет OKH-TTP провайдер. После этого мы уже через этот провайдер, мы знаем про модуль, и в модуле мы уже говорим, отдай-ка, вызываем метод провайд OKH-TTP, и этот OKH-TTP у нас создается. Наконец-то мы пришли, да? После мы уже создаем наш ретрофит, ну и после мы уже можем создавать наш endpoint, ну и, соответственно, дальше, 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 и доходим до того момента, когда мы уже можем инжектить в наши переменные нашего activity все эти штуки. Непростая вещь, да, которая вот так вот идет, 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 потом собирает dependency, потом начинает возвращаться. То есть вот такая вот лесенка может быть очень-очень большой в зависимости от того, сколько у вас, скажем так, путей к проходу тому или иному, к созданию того или иного объекта. Вот. Ну и все. На самом деле это все, что хотелось рассказать про dependent компоненты. Хочется отметить еще раз, что эта штука очень важна. Для чего? Для того, чтобы вы могли явно знать, когда какие компоненты и как надо создавать, и чтобы эти компоненты были независимы друг от друга. Вот. И тем самым они вам помогут в будущем для того, чтобы скейлить вашу архитектуру, скейлить ваш проект, а не создавать постоянно саб-компоненты. Саб-компоненты можно использовать в случае, когда у вас есть, допустим, какая-то фича, допустим, у вас есть несколько экранов А, Б, С. Эти экраны, они идут, грубо говоря, как одна какая-то большая фича, ну то есть фича 1. То есть в фиче 1 у вас есть экран А, Б и С. Для того, чтобы создать фичу 1 как что-то невидимое, как что-то, что может хранить какие-то объекты или еще что-то, вы можете фичу 1 создать как компонент, а экраны уже использовать как саб-компоненты к этому компоненту. Это абсолютно нормально, и это естественно, чтобы все саб-компоненты, то есть все ваши экраны могли получать какие-то зависимости, которые создает ваша фича. То есть, допустим, ваша фича создает ретрофит, и его потом раздает во все экраны. Это окей. Вот, абсолютно. Ну, если что, можно будет потом еще поговорить после лекции. Могу рассказать. Вот. Да, теперь вопросы. Вопросы. Здесь есть вопросы, ребята. Здесь есть вопросы. Спасибо большое. Очень интересно. Вопрос такой. Второй подход, dependent components, он не создает ли он риски мемореликов? Нет. Если мы будем держать зависимость от какого-то корневого компонента, и там будет связь с вьюм? Нет, так ты же не держишь, грубо говоря, ты передаешь, ты же не сам компонент передаешь, ты передаешь, грубо говоря, зависимость из этого компонента, да, и все. Ну, то есть ты ее поиздал, и как бы, ну и все, у нее уж, у этой же зависимости не будет ссылка на чего-то другого. То есть, если, конечно, если ты там создал компонент, и, допустим, тот же ретрофит, сделал кол, и там, не знаю, кол будет у тебя длиться 20 минут, то, ну, понятное дело, что у тебя, скорее всего, та часть, которая, тот объект, и, скорее всего, сам компонент будет жить, пока у тебя там делается ретрофит кол. Ну, блин, ну тут надо как бы, тут надо правильно менеджить, то есть надо там канцелить кол там и так далее. Ну, как обычно, стандартная работа с memory. И вопрос такой по фрагменту, в каком колбеке ты бы предложил, посоветовал инициализировать property в фрагменте, то есть даггером. То есть, если такой интересный момент, если фрагменты кладутся в backstack, и потом они достаются оттуда, то, ну, есть ли какие-то подводные камни, может быть, есть опыт? Ну, тут можно как бы, каждый раз, когда у тебя с экрана уходит фрагмент, ты можешь как бы занулять все дело, да, то есть чтобы убивалось, да. Вот, ну, то есть есть разные подходы, тут надо смотреть от кейса, то есть как ты будешь хранить, по факту, ну, то есть как ты хранишь свои объекты, да, то есть ты их зануляешь, когда у тебя там кладется фрагмент в этот, или не зануляешь. Ну, по факту, считай, убери даггер вообще, а просто вот создай какой-то heavy object, да. Где ты его будешь создавать? В онкриете, там, и когда, будешь ли ты его занулять, или будешь хранить вместе с фрагментом? Я понял, спасибо. То есть, да. Окей, хорошо, давайте погоним дальше, потому что я вижу, уже все начинают уставать, я очень сильно. А, еще один вопрос. Я хотел спросить, а есть ли вообще случаи, в которых можно все-таки лучше пользоваться саб-компонентами против вот этого подхода? Может быть, допустим, со скопами будет лучше работа в саб-компонентах, или все-таки всегда Dependent будет лучше? Ну, Dependent будет лучше, когда тебе нужно именно разные фичи, разрабатывать разные фичи, большие, ну, то есть я имею в виду фичи, которые содержат больше… А я про то, что почему бы вообще не забыть про саб-компоненты и никогда их не использую? Потому что тебе нужно будет тогда… Допустим, у тебя есть фича, да, и в ней есть три экрана. Один, два, три. Допустим, первый экран использует какую-то одну Dependency, да, там, из фичи, второй, вторую, третий, третью. И тебе каждый раз, тебе при объявлении компонента, фича компонента, надо будет явно все эти зависимости перифигать, ну, рассказать. А зачем, если у тебя есть возможность создать саб-компонент, который тебе все зависимости сразу считает, и тебе не надо будет их прописывать? Для фичей, для связки фича и фича, явно стоит указывать, какие зависимости будут приходить в фичу, потому что, ну, это как бы будет понятно, да, от чего фича зависит вообще, вот. А в рамках одной фичи, ну, как бы, я не… Ну, можно создавать, но это, мне кажется, просто немножко уверхает. И, по идее, если мы поставили какой-то скоп на главный компонент, тогда он распространяется автоматически на саб-компоненты. А так нам придется еще каждый раз писать скоп, да? Для саб-компонента скоп? Да, ну, я… Если мы будем все писать отдельными компонентами. Да, у нас лично есть свои скопы, у нас есть апскоп, перфича и перскрин. Все, три скопа, которые мы используем. Перскрин используется для саб-компонентов, перфича используется для компонентов депонент, а апскоп используется для аппликейшенов. Спасибо. Окей, хорошо. Вот, мы наконец-то с вами подошли к такому хорошему вопросу, что же хорошо и что же плохо в даггере, да? Почему же такая есть штука? Я начну с хорошего. Всегда лучше приятно начинать с хорошего, а заканчивать с плохими вещами. Поэтому, что же хорошего в нем? Хорошего в том, что, на самом деле, он достаточно богат на фичи, да? То есть вы видели, а я еще не рассказал очень много чего есть в даггере, да? То есть не показал на примерах и так далее, но я рассказал про самые основные фишки. Очень много различных статей, каких-то кодлабов, там, всякой нужной информации о даггере. Вы можете найти на все. Но единственное, что большая проблема того, что не всегда эти, вся эта информация очень интересная, ой, то есть очень, как это сказать, правильно написанная. Вот те же даже гугловые кодлабы я бы не рекомендовал проходить, потому что они неправильно написаны и используют не то, что действительно нужно. Вот. Ну, это можно отдельно поговорить, я расскажу, какие там есть проблемы. Классно, конечно же, что Google все-таки суппортит это все дело и помогает развивать, и очень много фичей новых и инкрементальной сборкой и так далее появились. Следующая классная штука – это все-таки compile time. Все-таки я люблю, когда я вижу, что у меня не так сгенерилось, а не падаю в рантайме и потом получаю крэши, плохие оценки и все остальное. Ну и классно то, что недавно буквально появилась инкрементальная сборка, то есть annotation processing уже не постоянно билдит вам эти все компоненты, генерирует эти все классы, а уже смотрит, следит за изменениями. Вот. Ну и, конечно же, то, что он достаточно быстрый, то есть есть замеры, где сколько объектов может создаваться за какое-то определенное время, и с ростом объектов Dagger в целом себя выглядит нормально. Ведет нормально, то есть количество времени не увеличивается почти. Но что же можно сказать плохого? Это, конечно же, annotation processing. Он работает нестабильно, он все-таки очень долгий. Если у вас машина слабая, то это может занимать минуты, а то и десятки минут, чтобы сбилдить это все дело. Если у вас в Тибиоле проект большой, то это вообще может быть засада. Ну и, конечно же, очень много более plate-кода. То есть вы видели, что нам надо писать какие-то байнсы, нам провайды, нужно куча компонентов, dependency, все продумывать, указывать какие-то explicit штуки, там dependency и так далее и тому подобное. Мы не можем использовать сгенеренные классы, ну то есть мы не можем использовать классы, пока не сгенерится этот класс. А что значит не сгенерится? Значит, вам надо сначала сбилдить проект, а только после этого вы сможете использовать уже создание самих компонентов. И, конечно же, общая complexity, то есть, опять же, вспоминая себя, когда я начинал изучать Dagger, то это было просто, ну, в действительности очень-очень сложно. И до сих пор это на самом деле сложно. Даже открывая документацию по Dagger, там можно сломать мозг о том, как это вообще вся штука работает и все такое. Ну, как бы много информации, но иногда она такая, не очень. И, конечно же, ввиду того, что это annotation processing, все остальное, если машина слабая, то это может очень сильно аффектовать ваш CPU, и, соответственно, у вас будет все притормаживать. Что же у нас есть решением? Извините, подожди. Это я не ту презентацию открыл. Ну, ладно. Окей, ну, здесь должна была быть картинка КДИ, на самом деле. Вот, ну, окей. Какой выход есть? На самом деле сейчас в текущее время у нас есть очень много различных фреймворков. Dagger был очень классный в свое время, когда мы писали на Java. Но пришел Kotlin, и все стало гораздо чуть проще. Писать код стало чуть проще. Какие-то фишки Kotlin стало очень проще использовать. Соответственно, стали появляться крутые интересные фреймворки, которые позволяют делать все то же самое, что делает Dagger, только уже с помощью Kotlin Power. Что же такое KDEIn? KDEIn – это dependency, такой retrieval контейнер, который себя представляет. Мапка, ключ, значение. Это все, что нужно знать в KDEIn. Как эта штука вообще работает? KDEIn – это по факту контейнер. Контейнер, который содержит в себе зависимости. То есть в нашем случае, допустим, его можно легко создать, объявив просто о KDEIn, и дальше внутри можно объявлять, как мы будем создавать зависимости. Для того, чтобы объявлять то, как создавать зависимости, в KDEIn есть несколько зарезерированных слов. И одно из них, первое – это bind. То есть все начинается с bind. Дальше указывается тип зависимости, которую мы создаем. После этого мы говорим with и говорим то, как мы будем создавать нашу зависимость. Для того, чтобы создавать ту или иную зависимость, существуют так называемые провайдеры, и они бывают следующего типа. Есть провайдер, который создает зависимость всегда. То есть постоянно, когда вы захотите, он будет вам создавать новую зависимость. Есть factory, которая отличается от провайдера лишь тем, что factory принимает в себя аргументы. То есть если вам нужно какую-то зависимость создать с какими-то аргументами, то factory – это ваш путь. Но он тоже будет всегда создавать одну и ту же зависимость. И есть singleton, стандартно. То есть singleton кэширует, создает одну зависимость, и никаких проблем. Как это все можно описать уже в рамках нашего KDEIn контейнера? Мы создаем, допустим, GSON. Мы можем его создавать всегда. То есть мы писали bind, провайдер, GSON. Как мы создаем GSON? GSON. Окей, дальше. Factory. Допустим, мы хотим создать навигатор, который будет нам навигировать на какой-то определенный экран. Мы принимаем аргумент screen, и дальше создаем. Singleton. Ну, retrofit, стандартно, singleton, build, все. Все супер. Дальше есть похожее что-то на аннотацию qualifier в даггере. Мы при байде можем указывать через аргументы, какую ту или иную инстанс объекта нужно использовать при том или ином аргументе. То есть в случае, если мы захотим, тега точнее, в случае, если мы захотим, допустим, single thread, мы объявляем тег просто single thread. Multi thread, ну, multi thread. Точно так же можно константы, то есть можно забиндить константы в наш контейнер с помощью так называемого constant qualifier. Ну, и есть еще такая интересная штука под названием multi-tone. Multi-tone – это вещь, похожая на single tone, но не совсем single tone. Чем она отличается? Тем, что она принимает в себя аргумент, но она создает зависимый, она создает объект, и его кэширует, и отдает вам тот же самый объект, если аргумент один и тот же. То есть если аргументы будут меняться постоянно, то она будет вам постоянно новые объекты создавать. Ну, в моем случае, можно, допустим, multi-tone создать для factory, для холдеров. Помните, вот то, что мы рассказывали, что говорили, вот, типа, для каждого холдера можно создавать свою factory. Все это классно, но у нас получается так, что мы эти байнды пишем в этом контейнере неудобно, да, ну, то есть, типа, хотелось бы, наверное, куда-то его вынести, чтобы можно было красиво это все делать. Для этого в КДИНе есть такое слово «импорт». Все, счастливо. Есть слово «импорт», в которое мы можем передать наш какой-то модуль. Модуль в КДИНе создается просто, то есть, это по факту АК модуль в дагере, то есть, модуль в дагере, КДИН, модуль, все то же самое, название то же самое, дальше мы в этом модуле внутри него просто описываем те наши зависимости, которые мы только что создавали в рамках одного контейнера. Вот, и получаем так, что у нас есть некоторый апп КДИН, то есть, мы создали наш апп-компонент, грубо говоря, и создали для него апп-модуль. Все круто, все хорошо. Точно так же мы сделаем, допустим, для какого-то для нашего активити, создадим для него КДИН и создадим свой активити-модуль. Но ситуация усложняется, когда мы хотим использовать какую-то зависимость, которая была создана в апп-компоненте. То есть, допустим, в нашем случае это ретрофит. Как же это дело связать? Как же сказать нашему активити КДИНу о том, что используй, пожалуйста, ретрофит из апп КДИНа? Для этого существует свой кейворд под названием extend, который говорит о том, что возьми-ка, пожалуйста, все зависимости из нашего КДИНа апп КДИНа, то есть, из нашего контейнера аппа, и возьми эти зависимости, и ты можешь уже у себя их, грубо говоря, использовать. Тем самым, мы можем еще дополнительно к этому всему еще переопределять некоторые зависимости, которые были созданы в апп КДИНе. То есть, допустим, тот же OKHTTP мы можем использовать свой, если захотим, просто пометив аннотации оверайт. Вот мы и рассмотрели с вами самые базовые основы КДИНа, фреймворка, которые позволяют вам быстро и удобно инжектировать различные зависимости, создавать их и так далее. Мы рассмотрели провайдеры, мы рассмотрели, как можно делать композицию контейнеров, как можно это все получать в ДПНС и зап-контейнеры. Есть ли какие-то вопросы? Я пока водички нальюся. Давно уже столько не говорил. А как мы потом инъектируем эти зависимости? Как мы их получаем? Как мы их в коде получаем? Да, да. Сейчас мы поговорим про это. Пока мы только рассмотрели, как мы можем создавать зависимости. Здесь вопросик. Вопрос по поводу скупа. В КДИНе есть скупинг, но я не расскажу про него. Почему не расскажу? Потому что лучше почитать. Но на самом деле КДИН сам по себе там есть какой-то тоже инструмент, чтобы регулировать переиспользование объектов. Да. Есть инструмент того, чтобы указывать конкретно скопинг для тех инстансов, которые будут создаваться и так далее. Там есть эта штука. Она на самом деле простая, то есть там ничего сложного нет. просто я решил не включать это, потому что быстрый такой обзор, чтобы сравнить хотя бы. Был чего. Извините, я сейчас в Google вбил КДИН из Даггер. И там первая ссылка, там человек пишет, я несколько лет использую КДИН, то есть настолько вопрос, что к Даггеру я вообще вернусь, в завчастие не собираюсь. То есть вы как-то прокомментируете в своей практике, то есть что все-таки да. Вы нам, ну про Даггер-то вы нам долго рассказывали, КДИН как-то промелькнул, то есть это компайл тайм решение или это рантайм? То есть это рантайм решение. Это, про это тоже расскажу чуть позже. КДИН на самом деле как решение, как для быстрых проектов в целом кажется очень даже неплохим. И даже для мультимальдерных проектов тоже кажется неплохим решением. Но скажем так, есть некоторые особенности. Тот же рантайм чекинг, но с другой стороны тебе не нужно писать столько более отплайк кода. Дело в том, что у нас на проекте используется Даггер и мы думали, что можно было бы какой-то другой же фромрок завязать, но тут это сложнее, потому что проект большой, надо везде поменять, везде все сделать. Вот. Ну возможно, что сейчас бы я бы сейчас на самом деле ездишь КДИН, КОИН, ТУСПИК, Даггер, наверное, все из такого, что знаменитого. Вот. И тут надо сравнение, короче, сделать, такое хорошее, в каком кейсе что подходит. То есть такого решения, я это в самом конце тоже скажу, решения Silver Bullet нету. То есть тут надо всегда смотреть на сравнении от юзкейса. Очень сложно именно сказать, что делайте вот так и все. Такого, наверное, такого нету. КДИН проще, да. КДИН проще именно, это правда. Ну, вы же сами видите тут как бы мы Даггер рассматривали вон сколько, а тут в целом уже, и вы уже базу знаете. Есть еще сложнее Даггера, монады и скалываются. Не, ну, есть еще сложнее Даггера, да, 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 ну, как бы вот. Вопрос уже не актуален. Если КДИН за 10-20 слайдов рассказал, так зачем нам Даггер за 300 слайдов? Ну, это извечный вопрос, ну, ну, как бы, это такой холиварный вопрос, можем попозже обсудить. Окей, ладно, давайте пойдем дальше тогда, если таких вопросов нет больше, пойдем дальше. На самом деле, на самом деле КДИН это не совсем dependency management система такая, да, это в целом, это, как они у себя на сайте пишут, это retrieval injection container. В чем разница? Сейчас расскажу. Вот у нас есть некоторая splash view model, которая инжектит в себя ну, какие-то какие-то зависимости, ну, инжектит там роутер, инжектит какой-то use case, какой-то executor, который там надо для выполнения, да, там и все остальное. как же это все дело связать с нашим контейнером, с нашим КДИН, потому что у нас вот объявлен отдельно наш КДИН-контейнер, который в себя все эти бандинги, все эти штуки, все инжектит, да, то есть нам по факту надо каким-то образом сказать нашей вью-модели, точнее при создании нашей вью-модели, что все зависимости для тебя вот приготовлены, или сама создавайся тоже в нашем контейнере. Как это происходит? На самом деле ну и вот здесь как раз объявлены все наши зависимости, которые мы создаем для нашей вью-модели, то есть в отдельном нашем КДИН-моделе. На самом деле происходит это следующим образом. Есть понятие ретрива, что это значит? Наша вью-модель. Во вью-модель мы можем передавать напрямую сразу же наш этот контейнер, КДИН-контейнер. И дальше уже через этот контейнер мы сможем получать наши все эти зависимости. То есть допустим getUserLoginUseCase почему это называется ретрива? Вот getUserLoginUseCase мы берем наш контейнер и вызываем на нем метод instance. То есть по факту это как раз таки говорит о том, что через наш контейнер точка instance мы получим то значение нашего объекта, которое мы объявили в рамках нашего контейнера. И это и говорит о том, что это и есть ретрива. То есть мы как бы получаем через наш контейнер мы получаем вот эту зависимость. Ну и точно так же мы делаем и для нашего роутера. Единственное, что стоит сказать, что так как наш роутер он принимает аргумент, то аргументы пишутся через буквочку M. То есть те аргументы, которые мы хотим передать при создании объекта, мы их передаем через буквочку M. Стоит упомянуть еще, что количество аргументов ограничено до пяти. То есть больше вы не сможете передать. Ну и соответственно наш экзекьютор через обычный тег, как мы объявляли, мы получаем наш экзекьютор. Окей, что же такое инжекшн? Возвращаемся опять к нашему Cadean модулю. Мы объявляем в Cadean модуле о том, что мы хотим создать нашу SplashView модул. И когда мы создаем нашу SplashView модул, мы можем уже явно передавать, брать, вызывать инстанс на нашем контейнере и получать тот объект, который будет создан в рамках этого контейнера. И это говорится о том, что мы как раз инжектируем. То есть вместо того, чтобы инжектировать сам контейнер во Vue модель, мы заранее подготавливаем нашу Vue модель и инжектируем те объекты, которые были созданы заранее в нашем Cadean контейнере. Ну и точно так же для роутера и точно так же для нашего экзекьютора. Мы рассмотрели с вами понятие Retrieval и Re-Injection. Почему это называется Retrieval, почему это Re-Injection. Есть ли какие-то здесь вопросы? Сейчас здесь вот один вопрос. Осталось уже немножечко. Подождите чуть-чуть. Сейчас уже заканчиваем. На прогоне было поменьше. Это не считается сервис-локатором или сервис-локатор не входит? Это своего рода сервис-локатор. На самом деле Cadean сам по себе реализует JSR почти. То есть почти весь. То есть можно с него делать тоже у него есть аннотация Inject, которая Injected переменной и так далее и подобное. И по факту это получается как бы сервис-локатор своего рода, который хранится себе в своем реестре грубо говоря в Cadean контейнере хранит все зависимости. А в сервис-локатор входит понятие то, что он сам dependency resolved как Cadean там? Ну да, так вот он уже здесь так и получается. А в чем тогда разница вот это retrieval контейнер и сервис-локатор и сервис-локатор? Ну разница в том, что когда ты Cadean inject в объект, то в этом случае ты применяешь сервис-локатор, потому что сервис-локатор inject в объект и уже из него внутри все dependencies достаются. А injection dependency injection это когда ты заранее когда создаешь объект инжектишь все зависимости, сам создаешь эти зависимости. И вот как раз таки во втором случае здесь уже Cadean выступает как типа dependency injection framework. А получается в случае Dagger, если я буду в конструктор передавать компоненты, это будет типа сервис-локаторы? Ну, грубо говоря, да. Окей. Вот. Окей. Хорошо. Ну и уже осталось совсем чуть-чуть. Немножко. Окей. Следующий поинт, который еще хочется ознакомиться. Вот, допустим, у нас есть, ну, мы вроде как научились теперь создавать нашу V-модель, да, но, допустим, мы хотим использовать в рамках нашего, допустим, activity, использовать какие-то объекты, которые нам уже создал сам Cadean. Допустим, мы создали, у нас есть какой-то Cadean контейнер, и дальше мы хотим из этого Cadean контейнера получить роутер, который мы точно так же объявляли в модуле, да. Как это можно сделать? По факту мы здесь говорим о том, что контейнер отдай мне, пожалуйста, instance, да, но в Cadean ребята написали, так как это Kotlin, нам бы не хотелось постоянно писать Cadean, точка и instance, да, для этого ребята написали такой фреймворк Cadean и V, который позволяет вам получать Cadean и автоматически через кучу там различных extension функций уже использовать ваш activity как сам контейнер, грубо говоря, то есть в рамках, то есть тот объект, который реализует интерфейс Cadean и V, он уже по факту может уже внутри себя использовать все зависимости, которые были объявлены в этом Cadean. как это работает, то есть по факту мы делаем наш activity extending от Cadean и V, появляется оверайдинг наш Cadean, дальше создаем метод, который будет initить как раз-таки это значение Cadean и уже наш роутер может быть injection без Cadean. по факту сразу же через instance. Ну и вот этот метод init стоит вызвать в onCreate для того, чтобы Cadean заинжектился, ну и создался контейнер сам по себе ну и как бы отработал. Дополнительно к этому всему можно еще делать, иногда бывают такие случаи, когда нам надо сразу же к объекту, то есть не lazy какую-то инициализацию сделать, в основном мы везде использовали lazy такую инициализацию, а допустим мне нужен объект прямо сейчас. Для этого существует в Cadean direct так называемый Cadean, который через слово через direct через переменную не переменную, через вызов метода direct грубо говоря отдает нам direct Cadean, который по факту сразу же можно использовать от него вытягивать все инстансы наших объектов. Что мне еще нравится в Cadean это его то, как он ведет себя с errorами. То есть если вы что-то ну понятное дело, что он грубо говоря в рантайме упадает, то есть он не строит никакой граф объектов, он не compile time чекин, он в рантайме и когда он падает, он вам печатает очень достаточно неплохо хорошо ошибку. Что в начале? В начале он пишет вам о том, что если вы допустим, если я допустим не объявил создание моего юзкейса, то он вам напишет о том, что типа чувак, ты не создал юзкейс. Вот у меня есть пример того, как ты можешь создать юзкейс, вот создавай вот так вот. Дальше он распечатает вам все контейнеры, которые у него есть, то есть ваш ап-контейнер, активити-контейнер, все контейнеры, которые вы экстендились, он распечатает вам всю эту мапку, абсолютно всю мапку, и вы можете легко посмотреть вообще, какие есть зависимости в этом контейнере. Не то, что в дагере вы этого не увидите, дагер вам не сможет распечатать и сказать, что вот смотрите, вот у тебя есть такие зависимости, такие, такие, В КДИне это достаточно просто. у тебя просто, если хотите, не просто, ну, есть возможность и самому распечатать, то есть не надо вызывать error, да, там делать error, а можно самому, у него есть там специальные helper-методы, которые вам позволяют просто распечатать все эти зависимости. Ну, что по факту? Я по факту вам не рассказал про скопы, я не рассказал, ну, скопы, это что-то похожее в дагере. Не рассказал про то, как можно заиспользовать контекст, контекст это такая штука, которая позволяет вам, как это сказать, привязывать определенные объекты к контексту. Вот, я не рассказал вам про триггеры, которые, с помощью которых можно создавать объекты по определенному условию. И не рассказал вам про Android Extension, которые уже написаны для того, чтобы можно было использовать различные Android-сервисы и так далее и тому подобное. Ну, сервисы имеется в виду не сервис сам по себе, а там, допустим, Layout Inflator как сервис и так далее и тому подобное. Вот. И, короче, много чего еще такого интересного не рассказал, но по факту, я вам честно скажу, я вот KDIN, когда готовился к презентации, изучил за вечер, за два часа. Вот. И попробовал его нормально, и потыкал, и все остальное. В целом, мне как бы нравится, вот. Рекомендую попробовать, посмотреть, поиграться с этой штукой, потому что, по факту, если вы изучите хотя бы KDIN, то Coin и ToSpeak вы изучите автоматически, потому что они все очень-очень сильно похожи. У них даже имплементация, наверное, скорее всего одна и та же, я там не взглядывал, но объявления, скопы, байнды, создание объектов, все очень-очень-очень сильно похоже. Вот. Ну и мы пришли к самому важному, да, типа, кто же выиграет, Таггер или все-таки KDIN? Вот. Но я, скажем так, написал свое собственное мнение по поводу того, что было хорошо в Даггере и что есть хорошего в KDIN, то есть какие фишки есть у Даггера, какие есть фишки у KDIN, вот. По факту тут надо как бы решать. Вот. Пример, который я сегодня вам рассказывал и с использованием КДИна и использованием Даггера лежит на GitHub. Там есть две бранчи, одна бранча KDIN и одна бранча Dagger. То есть вы можете посмотреть, как я там работал с KDIN, как я там работал с Dagger. Дополнительно, я еще там буду обновлять ссылки, буду давать на полезные материалы, которые я использовал при подготовке и вообще, как считаю, хорошие материалы для того, чтобы можно было почитать, ознакомиться и так далее. Этот вопрос мы уже затрагивали. Нету хорошо или плохо, нету как бы правильного решения или неправильного решения. Всегда нужно смотреть, как в любой ситуации, когда вы делаете какую-то задачу, всегда нужно смотреть, исходить из того, что у вас есть сейчас на данный момент. Если вам нравится работать с этим, и вы миритесь с этими плюсами, и миритесь с теми же минусами, то работайте с этим фреймворком. Если вам нравится то, работайте с этим. То есть я не могу дать вам какой-то silver bullet, который будет решать все ваши задачи. Все нужно исходить от юзкейса. В своем проекте я использую Dagger. В целом я им рад. Но могло бы быть и лучше. Поэтому спасибо вам большое. Если есть вопросы, задавайте.